привет ну я поигрываю да это правда поигрываю иногда в портал чисто мозгами пошевелить когда-то это была одна из моих самых любимых игр на xbox 360 просто она выглядит офигенно на пока мне прям так очень рад спасибо спасибо тебе за эти игры я конечно лишь я в них и на стриме без стрима и все такое а как погуляла ну белочек покормить пыталась но они печеньки не ели вот еще птичек покормила кое-что кое-что сделала не буду горячо потом сами узнаете все отлично погуляла не зря сходила 2 еще лучше ну 2 то я как насколько понимаю там чуть ли вот сегодня я какой-то топ игр скидывала и там был портал 2 то есть настолько его любят что аж до сих пор в топ попихают да привет 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 рома но это там к и чтоб такой дурацкий ну чё мы с вами начинаем новую игру она правда тоже наверх она уже не новая 2015 года во вторых я в нее один раз играла тогда давным-давно когда она только вышла так что хруст привет что значит ну нет что а ну нет не начинаем новую игру так если вам какие-то игры не нравится вы всегда можете предложить мне какую-нибудь другую игру правильно вот я в общем как видите прохожу одну начиная друг ах ты прикалываешься я тебя поприкалываюсь так давайте есть немножко чаю попью привет илья жарко я еще горячий чай пью значит когда-то давным-давно я проходила эту игру у меня выжило по моему три человека она мне тогда очень понравилась очень-очень вот и ману в мэда мне понравилось и в следующем году ну сейчас конечно об этом никакой информации нет но в конце ману в мэдон там была инфа что выйдет второй эпизод так что в общем в этом жанре у нас еще предвидится игры в следующем году к кэс на вертай привет спрашивала в магазине прочную гирлянду чтобы выдержала около 80 килограмм на продавец не захотел мне продавать после этого вопрос чё за брехи нормальный вопрос кстати мало никому для чего гирлянда ну что на ней как на качели будешь качаться здравствуй ксарекс приветик ламборджини привет жалко все на твиче слушай на твиче сейчас столько же человек сколько и на ютубе одинаковое количество так что вы кстати да про youtube не забывайте там тоже люди там они тоже люди поймите те кто на ютубе так что туда можно тоже заходить и общаться привет вот я сегодня почему-то так захотелось вот этих вафелек самых дешевых такие знаете эволюшин здорово ну вот и копии вот я для этого надо на стрим приходить значит медиевил где медиевил старый ну где-то где-то в прошлом а новые где-то в будущем посередине нет медиевилов никаких а не всегда могу в общем спустя четыре года я все-таки опять захотела постримить эту игру я конечно помню некоторые моменты оттуда но как-то смутно вы же знаете какая у меня дырявая память так что я с удовольствием еще раз поиграю и даже побоюсь и и я знаю что здесь иногда очень быстро надо нажимать вот и без всяких как мне сегодня сказали с гайдом я буду играть или без конечно без но я попытаюсь чтобы все вы выжили ты чаще обыканул что слышь тривер несколько раз смотрел ладно уже запускаем давайте она очень атмосферная разве кудряшки это так волнушки маленькие такие волнушки спасибо короче в этой игре мне не нравится только то что здесь могут проспейлерить что будет дальше вот как этого избежать может быть не поднимать эти тотемы я вот я так хочу чтобы все было по хардкору по честному я даже не знала что с кем-то что-то случится и самое интересное конечно же то что любой это страшилка то и вот если кто-то не играл макс то привет никитос привет все замечательно спасибо большое самое интересное что здесь очень много развитий событий каждый персонаж их вам 8 или 7 с ним может что-то случиться да 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 домик зима все как я люблю напоминает все бабочки но и если стак на малька ругалась и он опять идет чатик мне подскажет надо подсказывать о чем они по-английски разговаривают только не это ладно я не буду это терпеть черта как русский сделать что а кот залезал сегодня у меня за монитор за камеру короче очень сильно мне мешал меня нет и сейчас волнует не волнует как сделать русский почему они по-английски разговаривать почему у меня каждый стрим какие-то новые приколы игра на русском она даже или нет так новая история сейчас новая история а что на русском да на русском да на русском так я должна как-то выбрать этот русский было вот мне даже пишут на русском а где озвучка издеваетесь да понятно слушай фокси сейчас вообще не смешно то что ты пишешь во первых ты вот иногда думаешь что ты говоришь ты вместо того чтобы всякий бред писать лучше бы у славика спросил на русском игра у него или нет все и так знают что я у него игру взяла подождать окончание сцены то просто обидно то что мы первую сцену не можем на русском посмотреть настройки почему-то заблокировали ладно сейчас еще раз а ты чё такая ходила белок кормить ну что почему бы их не покормить они же лапочки володя привет не ну это не новая прическа просто место немножко волн ну и молчи влацин приветик алексая привет теперь вас привет ты видишь у меня проблем просто я не пойму что за подколы а а а а а а а а чёрт ну ладно давайте досмотрим это кстати у меня сейчас такое ощущение что когда я самый первый раз играла что у меня было то же самое так так можно скипнуть шок то это все так нет нельзя ладно нет я точно на английском играть не буду да а лайк м в в в в в в в я сама могу переводить короче начало то я помню значит вот и привет я просто сейчас немножко в шоке я даже не знаю смогу ли на русский то пероцать не буду зарай расстраивать короче о мне уже поиграть так мне дали поиграть сейчас я могу в настройки о сейчас могу так ну ка управление звук не то диалоги в оригинале вот это наверное означает что они говорят по-английскому на английском ну-ка скажи что нибудь привет моно джем привет ладимир гуд всех всем привет всех рада видеть сейчас я должна понять починила ли я игрулю ты такая сексуально в этой майке а без нее наверное еще лучше приходи в два ночи в комнату для гостей майк о все что там опять нахар привет надо срочно вмешаться привет приветик фух живем короче все нормально но это рассказывать и было в начале ну друзья я так понимаю приехали в какой-то загородный дом и и все напились я играю сейчас за скромную милую девочку в общем которую клеит майк все вот вот это все что нам надо понимать я думал ты чат читаешь про майку уже хотел писать что согласен и это ты в игре был так а то есть если я уже поднимала какую-то записку то она все равно остается надо просто запоминать какие предметы я брал какие не брал так вон там еще что-то мигает мне вот здесь вот всегда очень графон нравится такое все ну киношненькое такое реалистичненькое а чтобы осмотреться перемещайте правый джойстик если объект светится можно осмотреть ладно договорились ловтик привет алексей привет это та же самая записка или как да только с другой стороны ладно ну и конечно эта игра скорее всего будет очень темная вот такая вот все если хотите немножко яркость выиграть здорово кептать чё где там фокси фокси хотела тебе объяснить мою реакцию ты просто просто прежде чем что-то писать ты подумай это звучит так что знаешь меня могут заподозрить непонятно в чем прежде чем с чужих хаков скачивать игры ты чё тут во первых мне но эти игры подарили в общем я к этому так и отношусь звучало так как будто я украла чей-то аккаунт и знаешь я просто боюсь что меня могут забанить иногда за некоторые вот такие вот высказывания ваши в чате шутки шутками но доктор стрей здорово подозреваю стримера например в чем бездопуля привет ни один из даунов не должен погибнуть помнишь ну это вообще возможно привет денис я просто помню что я прошла что у меня конечно же они погибали я очень старался все равно ничего не получилось это это факт о пойду наверх по лестнице вот не хочешь иди по лестнице я тебе сказал не не хочет но на твиче на изи могут забанить ну вот и я о том же подумают что я аккаунты угоняю еще на еще на соньке меня потом забанят за белки голодные так и дайте это ну жалко что здесь нельзя вот прям вокруг как-то камеру покрутить чувствуется что я не могу все осмотреть напрягает когда я проходил я пытался угробить всех но выжило трое а а у меня тоже вызвал трое но я пыталась чтобы все выжили сделать значит я плохо играю наверное здесь будут такие резкие моменты если я все правильно помню что у меня все равно ничего не получится скорее всего твоя записка рад что пришла чего а пришла шапка сняла уже то есть начать потихонечку ну с поцелуев а там как пойдет в таком случае фокси нам тоже пойду успокоюсь выключу стрим пойду что вы здесь делаете за котами сегодня гонялась всего подождите а что произошло то я не успела что ли не знаю как то все странно найти друзей разбудить джош начало странно что такое куда это она пошла да она просто шуток не понимает мы просто пошутили я играла не захорону я поняла что майк тебе она сейчас вряд ли возможно пропустил владимирку тут просто какая-то фига фига не фига не фига не фига а на времени на то чтобы нажать кнопочку много дают так быстро или безопасно ладно давайте быстро в общем я играл вот за эту девочку которая которая не участвовала в розыгрыше да ой не давайте по следам пойдем что новинку так захар мы же сегодня общались вроде дискорде все как обычно гуляла отдыхала и приятного аппетита как же всех сохранить то я не знаю как я буду спасибо огромное тебе за поддержку спасибо так о тач панель сработало у меня кстати иногда тач панель тупоры слоупок привет иван ну почему слоупок то сразу короче как у меня еще дела ну есть еще один секретик который я не буду говорить а так захар в общем все по старому спасибо огромное рома спасибо вам всем что пришли на стримчик ребятки спасибо что вы все меня подкалывать кстати у меня есть такая же куртка и такого же цвета только она нифига не зимняя мне кажется зимой в такое ходить как-то о это тотем тотем обратно будет сегодня купил себе новую наушнику так я же прочитала вроде да я просто про себя прочитал впервые пользовались беспроводными и вообще давно не пользовался наушнику теперь твой милый голосок будет звучать прямо в моих ушах а не этот я не прочитал я тебя поздравляю да нет нет захар ну почему сразу мужика нашла я думаю там где я гуляю мужика невозможно найти хотя алкаша какого-нибудь можно спокойно квадрат валяйте здорово когда будем ведьмака смотреть на твиче а чё вы на твиче смотрите я без твича его смотрела вчера ночью только я и он я не хочу с вами ведьмака делить опа такая же примерно примерно такая же может даже может даже получше вот так нормально в свитере с закатанными рукавами зима я думаю что он про сериал кто это бросит хану отпустить я бросаю ладно это только начало дальше уже у меня будет выбор если я намекну о чем секрет то все сразу все поймут просто я делала прежде чем мы начнем послушай меня очень важно ладно не горгай по себе на носу никто никто не в силах исправить минус 2 до с этим надо смириться чтобы жить дальше но это понимание также дарится она живая станешь все твои решения открывают двери вот этого я не знала или забыла помни об этом помни об этом когда будешь играть а я не буду захар тебя намекать потому что это к тебе тоже имеет отношение и судьбы тех кто рядом это секретик от тебя в том числе заруинила игру начинаем сначала ты хочешь приступить к этой игре большой шаг я буду тебе одушку не расстраивай меня порой эти вещи бывает немного страшно ладно пока пожру психиатр можно но не забывай даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию я всегда помогу тебе найти из нее выход ладно суть игры пережить ночь пожалуйста переверни карту сейчас он и посмотри что на ней за картинка опиши свои чувства только пожалуйста сейчас он захочет узнать мои страхи это очень важно для достижения эффекта так 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 сарай и пугало ну итак какие чувства вызывает у тебя эта картинка но только честно честно тревога хорошо главное честно так что же все таки приводит тебя в тряпед скорее дом потому что знаете вот это что то чего на картинке нет почему же ты так нервничаешь черный да что то в доме в доме что то есть это в доме уже страстно оно живое да я откуда знаю там меня что то пугает но я же не знаю живое оно или нет так природа твоего страха владимир гуд да не спойлер и я плохо помню тулу привет а дети кукурузы классный фильм напоследок прошу тебя подумать о том что же именно в этом доме приводит тебя в такой трепет потом мы с тобой улыбимся в эту тему ты это не вслух сказал а написал вообще то привет саш привет привет слушайте ну вот и ходи после этого к психиатрам да вот мне легче не стало честно скажу придешь к психиатру он тебе покажет страшные картинки тебе потом ужастики будут сниться не пойду хочешь чтобы это мозги на место стали лучше не ходить к ним учитесь подкатывать мне первая серия ведьмака я даже сегодня пост написал даже сегодня пост написала в группе вконтакте в своей потому что и в дискорде вам всем написала то что мне очень понравилось хотя я критик скептик я была уверена что мне очень понравилась пол диалога прослушала пол диалога прослушала Николаич привет как дела как твоя здоровьица как там нормальный музон легче не стало а сто баксов заплатили сегодня сегодня годовщина ужасной трагедии разыгравшийся на горе ваш захар если я скажу скажите удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением то сюрприз не получится ну это маленький сюрприз маленький малюсенький то есть я не просто гуляла я кое что для вас делала независимый но о его местонахождении ничего не известно у него был старый конфликт с семьей Вашингтона требовал прекратить строительство заявлял что это священная земля его предков на горе сохранилась старая психлическая о да не сполерите не все это другое видео мои люди обыскали тут все мизерелл хеллоу трагедии не в первый раз случаются на этой горе и не говорите почему сразу вторую не захотелось смотреть что что ну здравствуйте друзья так нет еще раз захотелось наоборот вторую сразу посмотреть так ну что привет мои друзья неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя для начала хочу сказать что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в блэквуде тада х что ж давайте начнем пожалуй самого ну как сказать это было тупо тадааааааааааааааааааааа видео которое переживаете за меня и все нам будет нелеко вернуться zaman вернуться после того что случилось здесь прошлой зимой но я хочу чтобы вы знали я Я очень, очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе, и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. А нет, этот актер в фильме сыграл этого? Моих сестер, ну... Музыканта. В общем, ладно, так. Который в фильм недавно выходил, но я его не смотрела. Теперь мы оттянемся, как порно-звезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да! Короче, чувак, это его две сестры были, которые умерли. И он их всех позвал в этот же дом. Ну, долбанутый или как? Черт. Короче, первая серия «Ведьмака» мне очень понравилась. Да, конечно, я уже говорила, что подбор актеров мне не понравился, но само качество сериала заполонило, затмило все мои... Все мои сомнения испарились, я говорю, за первые несколько минут «Ведьмака». Он, конечно, этот актер, как его зовут, который в «Супермен» играл, немножко переигрывает. Вот такой, типа... Как вам объяснить? Он слишком, очень, слишком крутой, но, с другой стороны, Геральт, он же и есть крутой, да. Короче, немножко переигрывать, да. Рамон, привет! Привет! Я не дочитала, прости! На кожаной флейте играл. Ой, извините. Просто интересно, что значит кожаная флейта. Сразу какие-то не те мысли в голову влезут. Просто наркоманы. «Лучшая подруга Ханны». А. Ага. Так Ханна жива или нет? «Узлов антил...» Да, ништяковый. Есть там кто? Я после первого раза, когда проходила, я себе сразу же треки все скачала тоже. Ты слишком милая, чтобы знать про кожаную флейту. Ладно. Как вам ее прикид? Ой, у меня за тоже есть шапка-ушанка. Но только все никак не доведется мне ее поносить, потому что снега нет, зимы нет. Хотя вот таких прикидов я не понимаю. Юбка и шапка-ушанка. Юбка зимой. Эх, у меня проблемы, я путаю кнопки. Вот из-за этого я, возможно, буду умирать. Обороты заклинило, перелезай. Ну, хоть бы пенечек тут где-нибудь поставили. Как перелезать-то, ну? Безопасно, быстро. Я сомневаюсь, что она сейчас сможет умереть. Сэм самая горячая в этой игре. Сейчас тебе, хулиган, какой-нибудь в чате объяснит, что такое кожаная флейта. Не убей ее. Давайте все время будем выбирать быстро. Бак-бак, здорово! Кто теперь выживет в этом дурдоме? Смотри, юбку не оставь на заборе. Вот стараюсь. То есть мы уже приехали к дому? Лопатушка. Так. Это не похоже... Черт. Кажется, я плохо играю. Спасибо за подписку. Я не двигаюсь. Красотка. Ах, не двигаться надо, чтобы кормить белочек. Вот почему они сегодня все от меня разбегались. Короче, я сегодня белочек видела. Я могу вам сказать, что... Я не знаю, в Питере белочки красивее, чем вот это. Красивее. У них такие кисточки на ушках. Они такие хорошенькие. Другое восприятие холода. Да нет, если откровенно, то погода снежная, когда она... Она не обязательно холодная. Она даже, скорее, может быть очень теплая. Класс. Там буквально может быть минус два. Если нет ветра, вообще может быть тепло. Так что, ну, я не настолько... Однобоко соображаю, что если снег, то холодно. Короче, это у нас рассказ про тотемы, которые я не хочу, в принципе, брать в этой игре. Или будем брать. Вам будут попадаться артефакты тотема. Если подобрать и повернуть тотем, вы увидите цветную бабочку, и вам откроется ваше возможное будущее. Заставляют. Ну, если я не хочу. Если белочки подходят к человеку, то, скорее всего, больны бешенством. Да что ты гонишь? Они просто знают, что люди их кормят. У иллюминаторов вроде не восприимчивость к холоду, ибо они земноводные, поэтому они в России все живут. Кто знает, почему девушки в холодную погоду носят платья и юбки, и им не холодно, а парни, которые носят штаны, им холодно? Я не знаю, я не ношу в холодную погоду юбки, потому что я уже сколько раз застужалась, и мне это нафиг не надо. Может, поэтому у меня... Ладно, проехали. Плейю, привет! У меня и в двух подштанниках холодно бывает. Хо... Хавкант плей, приветик! А, здесь такие подсказки же... Чёрт! Пап! Три-три-три-три-три-три! Извините! У меня просто PlayStation стоит на полу, а там код прошел. Фух, вот это у меня шпаника была. Там же сенсорная кнопка, а он если бы сейчас нажал, то всё. Так, сейчас я выпущу котка. Пей меньше, чтобы белочки не приходили. Шутки про белочек. Моё любимое. Кота не придави, бегай. Так, не люблю убирать снег. Привет, Паптик! Люся, если грохнешь, Сэм, я с тобой не дружу. Ладно. Я очень постараюсь. Наша с тобой дружба для меня важнее всего. Плотный полеэстеровый материал удержит тепло, а колготки именно из этого материал. Какие все умные. Уходи. Не, я поняла, что если я стримлю с Соньки, то мне Соньку надо ставить на пол. Тогда вы не слышите, как она шумит. Не, игра недолгая. На пару стримов максимум. Вообще можно и за один пройти. Но я думаю, что на парочку. Я в последнее время какие-то короткие игры выбираю. Потому что хочется пройти одну игру и сразу же в какую-нибудь еще другую новую поиграть. Ух ты, граффити на самом верху. Прошлое не в нашей власти. А, так это мы еще даже не в доме. Тут дом в горах, что ли? Я никуда в жизни не поднималась на подъемнику. Да дураки, потому что все равно же видно. Так. Шпионить? Не буду. Ну, немножко знаю английский, но мало. Крис влюблен в Эшли. Так, Эшли мы еще не видели. Вот это вот знакомство с героями меня больше всего прикалывает. Так, Сэм, Крис влюблен в Эшли. А, это его был рюкзак. Это девчачьи у него телефон, что ли? Чем тебе Скайрим не нравится? Наверное, тем, что для стримов он немножко нудновато. Так я бы не сказала, что он мне не нравится. Найдена улика. Разыскивается Милграм Виктор. Полмужской. Обвиняется в предумышленном поджоге. Часть года здесь никого нет. Полная тишина. Какой год? Хорошо. Собирайте улики, чтобы раскрыть тайны. Еще раз. Какой год, кстати? Да, какой год вообще в игре? 1998. А, так это... За присутствие, да, Захар? Конечно, баллы накапливаются. Но я там еще награды хочу еще придумать. Сегодня просто некогда было. Круто, а? Да! Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Да тут всех можно убить. Зачем это здесь? Одни из нас два в апреле? Нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом? Тебе 10 было в 98-м? Ну, он типа большой охотник. Ты в 88-м году родился? Ничего себе старпи... Сорри. Начнем. Шучу, шуточка, шуточка. Смешная. Если бы я сама не была старой, я бы никогда так не сказала. Прикольно, что здесь есть стрельба. Ну, такая, конечно. Она будет редко. Кто-кто? Орион, дорога! Я посмотрел награды. Так, и... ой. Я старая. Я ведьма просто. Поэтому я выгляжу немножко лучше, чем бабки на базаре. Нет, я белку никогда в жизни не убью. Я сегодня их кормила вот этими собственными руками, печеньками, крекерами. Вот так. Получай. Но они не стали есть. Нафиг шапку, я буду колготки на голове. У меня только начало получаться. Пошли, фунифлер подъехал. Так странно, что я себе в этом году купила шапку еще когда осень была или даже летом. А, нет, осень, скорее всего. И как назло, ни разу не было возможности ее одеть. Кстати, белку вольни. Ага, сейчас. За кого я играю-то? А, за него? Я бы на их месте, конечно, не собиралась бы там, где произошла вот такая трагедия. В смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирались. Орион, мне просто подарили несколько игр на PlayStation Славик. Варзов Плей. Может быть, видели его на моем канале. Подарил. Привет, Тимур. Вот. И поэтому мне очень захотелось вот в эти игры поиграть, которые он мне разрешил поиграть. В Uncharted у меня еще есть теперь Орден. Кстати, классный эксклюзив PlayStation. Такой не до отсутствия. Я запомнил. Что запомнил? Я запомнил. Что я опять сказала, что вы запомнили? Я думала, как он теперь был. Спасибо. Что запомнил только? Теперь буду мучиться. Теперь мне хоть понятно, какое желание убить время на стрельбище. А сколько? Спасибо. Спасибо огромное. Белки очень милые. На моего малька похожи. Крекеры. У вас же в Питере продают официально одобренные орешки. Да я крекеры просто не люблю и решила, что я всех животных буду крекерами кормить. Уточки едят, белки нет почему-то. Меня теплая зима вполне устраивает. Чем теплее будет, тем дешевле. Я потом к концу сезона зимнюю куртку куплю на следующий год. Что за славик? Славик? Какой славик? Что его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Выбрали же местечко для дома. Глупые шагати. Вот, да. Местечко для дома, конечно, странное. Всего лишь горы в жопе. Где-то. Да не у меня, Асла! Что там, что-то было? Вы что-то видели? Ой, как я не люблю, когда изображение вот так мелькает. Выкинуть бы его в окно, этот компьютер. Чтоб не пугал людей. Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но... Ладно. Ну, вроде нашла все, что можно было найти заранее. Векхаут! Здорово! Поехали! Там спойлер был? Отвечения! Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Годовщина. Смерти. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. У него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да. Это хорошая идея. Я сварила рыбный суп. Просто они тоже так думали. Ну... Ну, мы же приехали. Я не фанатка рыбных супов. Спасибо. Просто рыба много накопилась. Гораз в плечи. Знаешь что? Давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем? Ага. Да, точно. Да, да, Вах, да. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей. Третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Вроде нет, Вилли, приветик. Но сосед Джош стал делать сидевшую перед ним девочку Залерки Ливчика. И учитель пересадил его вперед. А там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем. Вот и все. Мы познакомились и дружим. О, да. Рука судьбы. Если бы Джима Суни отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну или вообще с кем-то другим. Если бы она не отрастила сиськи в третьем классе. Эффект бабочки. Прикольно. Как можно отрастить сиськи в третьем классе? Хотя у меня, по-моему, тоже такая подружка была. Хотя нет, не подружка. Те, кто отрастил сиськи раньше всех, с ними никто не дружил. Кроме мальчику. Тебе придется всех спасти. О, Джесс. Так. Самая красотка из всех. Если не ошибаюсь, ее спасти будет сложнее всего. И фигура, и прям красоточка. Что за фигня? Джесс, эй! Джессика, сюда! Что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Ну, если пожалуйста, то конечно. Выходить. К 22-м годам. Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал клеить свою ногу. Друг отрастил сиськи в третьем классе. Класский, привет! У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Оп! Хе-хе-хе-хе! Так, так, так. Что тут у нас? Дома в строчку. Вот это да. Какая память феноменальная. Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. И что же такого страза эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Я индейку почти никуда не ем. Только если в кафешке в какой-нибудь. Теперь я с Майком. Эм с Майком расстались. Мы теперь вместе. Ух ты. Рама. Вовсе нет. Все прошло гладко. Я есть. Эми нет. Сколько ты сейчас веришь? Я не поняла вопроса, Захар. Джесс тоже оставляю. Ок. Я смотрела Ведьмака вчера. Мне очень понравился графон, постановка, бои, расчленок. Длиненочка, сиськи. Что? Все есть, что надо. Ну. Ну. Короче, 18+. Ага. Сэм. Как тебе вид? Просто с ума сойти. Ну, Геральт, конечно, на себя вообще не похож, но... Стоять и смотреть. По фигуре похож. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулеру. По фигуре очень. Вот она, Эмили, и ее любит... Что вы... Что-то так все непонятно. Конечно, вот эту девушку любит тот чувак, который в начале был. Как все запутано. Индейка вкусная очень. Да курица, наверное, обычно, не? Не хожу в гости туда, где мне супа не наливают. Сколько я вешу? 53 где-то. В кафе и ресторане не было уже больше десяти лет. Ну... Ну и правильно. Фиг с ними, с этими общепитами еще накормят какими-то гадостью. Лучше есть то, что ты хотя бы знаешь, из чего приготовлены. Индейка стоит чуть дороже курицы. Ее полно. Охлажденные в супермаркетах. Хотя, может быть, не во всех городах. Но я предпочитаю курицу, потому что я покупаю все самое дешевое. Вот бы GSS и Сэм вдвоем остались. Учешили бы друг друга. Кеп точно. Две серии? Ой, только не спойлери, я вторую сегодня буду смотреть. Мне главное, чтобы... Ну, чтобы сериал не слился, пока что он очень интересный. А, про вес. Все, я ответила. 53. Лично я ем индейку, которую дядя в деревне разводит для еды. Вряд ли тут он смотрелся бы. Мэд. Так, этого я помню почему-то. Так я всегда вешу одинаково, Захар. Ой, эта девчонка такая противная будет. Зачем тебя носить? Если у тебя есть парень. Люся любит сиськи? Это будет... То есть... Хороший вопрос. Ой! Господи! Не, ну просто если в фильме в первой серии показали сиськи, это значит, что он не попсовый. И это я люблю. Я хочу, чтобы сериалы не были детскими. Потому что я уже не ребенок. Да. Тимох, привет. Индейку на голову одеваешь? Эмили, не жалко, Люся. Убираем ее. А, так подожди, мы же хотим, чтобы все выжили, если это хоть как-то возможно. Во, Сид! Я тоже не хотела смотреть, потому что Netflix, но они наконец-то сняли что-то годное. Хотя первую серию посмотри. У меня город окружен птицефабриками, в магазинах птица та, что утром еще бегала. Ой, я вообще не хочу обсуждать птицефабрики, потому что, мне кажется, там куриц прям... Вот я видела где-то птицефабрику, их выращивают в таких маленьких помещениях, кормят этим комбикормом. Ну, короче... Короче, это вам не деревенская курочка, это чисто на убой, и это все ужасно. Да, я покупаю курицу, я ее ем, я в этом, получается, участвую, но я не хочу об этом думать, мне очень грустно становится. А то я становлюсь на грани вегетарианства, когда об этом думаю. Там кроме сисек больше смотреть не на что. Майк не нужен? Да, дурак какой-то, да? С этим Майком, по-моему, все бабы в игре встречаются. Замерзла эта пауза. Мы же в лесу, в словещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся, серьезно. Тебе кто-то покажет? Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Ром, я тоже видела, как быка разделывали. Знаешь, на всю жизнь запомнила. Видела один раз, запомнила на всю жизнь. Предлагаю сделать голосование, кому жить, кому умереть. На щавель перехожу. Хотя щавель тоже жалко. Может быть, вообще не есть, а? Так. Майкл, я все-таки скажу, иначе выходные пойдут псу под хвост для всех. Вышло неловко, сам понимаешь. Так что давай это признаем и пойдем дальше. Ой, Вилли, не придирайся, а? Я понял тебя. Понял. Не буду нагнетать. Ага. Значит, мир? Да, мир. Ну, у меня был петушок в детстве. Мой домашний дружок. Мне казалось, что он не тупой. Не знаю, может быть, курица просто тупее, чем петухи. Он подбегал ко мне, мы с ним друг друга любили. А, ты не мог вас нести? Это наверх. Ну, потом он умер. А ты? Бабушка из него суп сварила. Мэти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно! Мэтт, пожалуйста. Мэтт, я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Петушок-домашний дружок. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на пять минут? Ну, зато правда. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм, я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Нет тебе. Ты теперь всю жизнь будешь за это расплачивать. Что ж, ладно. Нельзя обижать слабых. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Да, хорошо. Я в детстве Сапковского читал, потом играл и перечитывал каждый раз между частями игры. Зная все не каноны игры, сериал вообще не собирался смотреть, но вроде хвалят. Вот мне интересно, сериал он как-то по книге или как? Потому что... Хотя как я могу задавать такие вопросы? Я же в первую Ведьмака не играла. Вот я, Душко. Чё так рано? Ещё даже не полдесятого. Ладно, не буду плакать. Хотя нет, буду, но ты после того как-то уйдёшь. Всё, я буду сдерживаться, пока ты не уйдёшь. Пока. Из курицы стрелял как из ружья яйцами. Ой, ужас какой. А у меня... Не, не буду рассказывать. Да что с такой? У меня такие все истории из детства какие-то извращенские. Не могу такой рассказ. Сначала хочу, а потом понимаю, что я разговариваю не с каким-то приятелем, а разговариваю на стримах. Так что... Так что... Не буду говорить. Так, Эшли. Прилежная, влюблена в Криса. О! Эшли тоже не очень. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Влюблена в Криса. А кто такой Крис? А, Крис? Это в очках такой. А разругались-то стрессами фонфарами. Не тови. Да я не знаю, как это сказать. А я не буду рассказывать свои истории с курицами. Да, короче... Ладно, расскажу. В конце концов, это не я. Это не я. В общем, у меня был дядя такой. Ну, если так прикинуть, то он не родной дядя. Отчим там моей сестры. Ну, короче, не важно. Вот. И он, когда я была маленькая, он поймал курицу и сказал то, что дай руку. Я вроде сначала дала, а потом вырвала руку. Ну, короче, я помню, что он залез к курице прямо... Короче, курицу можно залезть прямо в задницу и нащупать там яйцо. Вот. И с курицей все в порядке. При этом остается. Ну, я этого не сделала. Я очень рада, что я отказалась. Но он такой говорит... Это так прикольно! Можно типа яйцо у него нащупать. Ну, короче, это... Это... Ну, я потом только поняла, что он с ума... О, господи! Ой! Эй, о! Извини! Извини, я не хотел тебя напугать. Ну, ты даешь! Он меня еще один раз этот дядечка не утопил. Я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Вот дурак! Вот дурак! Слушай, Эшли, извини меня, пожалуйста. Ну... Ну, что там? Что за история? Есть о чем подглядывать? Это... Дай-ка Глену. Ну, какие есть! Теперь вы знаете, что... Не, кстати, в деревнях так делают иногда, чтобы понять, курица снесет яйцо или нет. Ха-ха-ха! 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 Что-то мне нехорошо! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну, давай! Ха-ха-ха! Возвращайся, Кепточ! Я пока еще какую-нибудь историю придумаю! Ха-ха-ха... Ха-ха-ха! Так ли я что ? Ха-ха-ха! Наверняка, там где-то медведь жрет в лесу или типа того. Хм-хм... Нет, не напрягай глаза, я только взглянула и тут же голова заболела, так что не надо, нет Ладно, ну что ж, как скажешь Короче, Мэтт сейчас мог увидеть, как его девушка с другим там зажимается Люся мочит Да уж, какое у меня детство бурное было Ну да, Ром, я за тебя рад О, смотрите, Майкл уже с одной позажимался и пришел к другой Ну что я могу поделать, что остается нежной юной мятежнице Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу Врут они, Захар, у меня ничего связанное с этими баллами не работает Ну я не знаю, если тебе так нравится Я поэтому попросила Фокси Чтобы если что-то такое произойдет в чате, чтобы он мне сказал Ну Фокси что-то сегодня обиделся на меня Тренировка Эй, 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 синичку не трогайте Я бы с ней замутил Ну да, ее совсем прям милашка тут сделали, да Иногда лучший вариант не делать ничего Ну-ка Сейчас мы попробуем А Ага, все, я поняла Иногда не буду ничего делать Так я это не сделала, Макс, я же сказала Все, закрыли тему Какие попы Какие курицы Мы в снежки играем Моя взяла Значит, твоя взяла Ну, может и нет А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял Так, так Значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник Снежная королева Джессика Поиграл бы с ней в снежки Да замерзнете же, ну Вот так тебе Ладно Ты у меня получишь Что же я получу? Ну Одна штука уже наготове Да Ну придется подождать Немного Штука уже наготове? Какая Какая романтика Я мог бы остаться здесь Надолго Навсегда Если бы мы Поговори с разработчиком Рутене на ютубе Только Целовались? А, да Я каждый день с ним разговариваю Захар Я ему по телефону позвоню Ладно Если бы ты убила птичку Умер бы один из героев? Как это связано? Не может быть Умер бы один птичка Да, он бабник И пошел он в жопу Честно говоря Есть персонажи Которые мне вообще Не симпатизируют Точнее Которым я не симпатизирую И как мы себя чувствуем В прошлый раз Мы лишь нащупали зацепку Теперь Нужен подробное Нащупали Майка вообще сложно убить Потому что он До конца должен дойти По-моему Я себя не ошибаюсь Возьми в руки книгу Полистай Ты увидишь там картинки И символы Пожалуйста Ответь мне Какая картинка В каждой группе Везла Ладно Женщина Вот мне нравится То, что игра Хочет выяснить Чего я боюсь Самолет Или толпа Толпы Честно Ненавижу Утопление Страшнее Змея Или крыса У меня все направо Почему-то Крыса Нет Пока не была Все Норм Сейчас С твоего чата Удаляются сообщения Заблокированных Пользователей Ну аж Я не знаю У меня У меня так получается Что все справа Таракан До свидания Привет Клоун Или пугало Пусть клоун будет Фу Даже трогать его Противно Кровь Ворон Кровь Кровь Хотя Черно-белая Кровь Я тебя напугал Прости Ты вообще Молодец Не нервничай Захар Я не знала Странжа 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 Люсёк Посмотри в камеру Я пойду покурю Спасибо Чки Рома Спасибо тебе Огромное Как мало Тебе надо Просто Чтобы я посмотрела В камеру У меня с Люсей Почти Один Ой Это на время У нас пошло Таракан 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 Фу Иголки Хотя помню Когда я лежала В больнице Уже перестала Их бояться Клоун Клоун Приятного Курения Иголки Огосподи У меня же вены Сразу же сужаются Грозу тоже боюсь Но все равно Иголки Что за Неприличные Движения Нагивки Это вот такой Танец Психолог Да Клоуны Иглы Пожалуйста Комбинация Тянет на хорошую Вечеринку Тараканы Клоуны Иглы Это будет у меня В игре Да К сожалению Наш сеанс Подошел Связан С импейшн Ничего Мы скоро Увидимся Импейшн Как-то связано С этой игрой А эта игра Связана С импейшн Ого Орион Я не знала Прикольно Но я в импейшн Не могу поиграть Потому что Это игра для VR Да Ранее Вентил Даун А вам не кажется Что это Слишком жестоко Да брось Она это заслужила Хана Что такое Куда это она пошла Мы просто пошутили Хана Так а что такое Обе эти девчонки умерли Хочу сказать Что Безумно рад Поприветствовать Всех своих дорогих друзей На ежегодных Зимних каникулах У меня в игре тоже Тараканы ползали Ха-ха Здравствуйте Я испанец Который использует Перебочек Просто пришел сюда Чтобы вспомнить Что вы используете Одеяло Моих сестер Мне нужно найти Которое конечно В России холодно Готовы снова Подружиться А меня посадили назад Имеет детей с тобой До свидания Эй Если ты уйдешь То не получится Детей Ладно Привет И пока О Джош Ты здесь вырос Тебе она должна Казаться меньше Да Пожалуй А ты мне горела Я забыла Это нормально Телефон вообще не ловит Если Сегодня будет Треться А я вторую Да Конечно Сейчас После стрима Упс Здорово Вы нормально добрались Ага Неплохо Вот жаль Только тут Нет носильщиков Добрались нормально Только честно говоря Мне здесь немного жутко Немного жутко Ну ок Ну так что Будем веселиться Конечно Ты то как Наверное тяжело Возвращаться сюда Стоп Ну я просто Я тебя понял Со мной все нормально Я хочу Чтобы мы хорошо провели время Понимаешь Ну типа Как раньше Ну нельзя было К кому-нибудь другому На дачу поехать Обязательно Вот Зараза Что Примерц Ну да Славик Это Их здесь миллион Но все заперты Парень Что здесь нет ни одного Который можно Подписчик Мой друг Который тоже Кстати стримит Никнейм у него Варзов плей Он даже сейчас По-моему Играет в секир Он мне подарил Эту игру Все Импэйшнт Это вроде За 20-30 лет До этой игры Привет Ё-моё Я хочу Импэйшнт Поиграть Вот эта девчонка Влюблена Вот в этого Криса Жутковато Сюда возвращаться А он Влюблен В Эмили Эмили Это которая Я вас сейчас Запутаю Окончательно Но это которая С Майком Там зажималась А Майка Это который Играл в снежки Все Разобрались Славик Парень Ну Не девушка Точно Захар Не парень Мой А парень Мой Мой По пище Что было Год Два Сколько лет Тебе было На моем канале Ой я засмущалась Захар Если я засмущаюсь То это сразу Увидишь Все подготовил Ты был Настоящим Джентльменом И теперь Она от тебя Не уйдет Ты прав Мне тогда будут Такие щеки Красные Бесстрашные Беспощадные Все Я никуда не деться Ладно Ладно Я понял Ясно А по голосу Ты слышишь Тебе кажется Как будем вламываться В дом моих предков Друг Эмили стерва Я понял Так что знаешь Майкла Велас Эшли стесняшка Сэм горячая Крис очка Это же те А вот это С косичками белыми Как ее зовут Тут не все Впереди На работе Уже живу Почти Вот и не захожу Стою Часто А как Твои ничего Ёлка Стоится Нет Я ёлку Обычно ставлю Ну Где-то Может за неделю До нового года Так что Рано еще Нет Пока не стоит А насчет работы От работы Кони дохнут И люди Иногда Так что Бросайте Нафиг Свою работу Знаете Как безработной Быть хорошо Правда я еще Окончательно Это конечно Не почувствовала Я всего Несколько дней Как безработной Один из них На актера похож Вот тот Который Всех нас сюда Позвал И к которому Принадлежит Этот дом Он Не похож На актера Он и есть актер Причем Он снимается Он снимается В известных Довольно Фильмах Надо было чаще На скалодром Ходить Спортзал Что ли Вот тот Вот который Спортзал Ой Чего Это я сделал Да какого Черт Лапочка Взорвалась А ну Да Если Совсем Серьезно То тут Все актеры Просто Крутая идея Да Сто пудов Что за идея Так Значит В какой Нибудь Из ванных Комнат Наверняка Есть дезодорант Попробуй Его Поджечь Вот этот Ну Вот этот Который В окне Оторчит Он снимался Недавно В фильме Про Фредди Меркури Правильно Правильно Говорю Ронни Привет Я эту игру Не видела А Круто Думаю тебе понравилось Нет Но придется Или я перепутала Что он попросил Заболтались Мы с вами Не ну Не попасть В свой собственный дом Это конечно Знаешь Позвать Вот этих Всех друзей А потом В дом Он не может В свой попасть Совсем Давайте Замерзнем Все И умрем О Кто-то Может быть Сгорит Тотем Утраты Тось Если бы я Не посмотрела То у меня Никто бы Не сгорел Так Погаси Свою Зажигалку Погаси Ее Кто-то Может Сгореть Хеймдаль Ты Что Из этих Что Совсем Заходи На любой Аниме Портал И смотри Месть С своими Зрителями На что Ты меня Подбиваешь Ты хочешь Чтобы мой Канал Стал Анимешным Ой Я же Не дочитала Дурак Ты Из этих 5 июня 97 Года Альберта Бьюгл Бывший Уборщик Осужденный За поджог Клянется Отомстить Семье Киномагната Чарли Скотт Специальный Корреспондент Ой Кажется Я читаю Без Знаков Пропинания Виктор Милгрэм 52 года Вчера Был осужден На 16 лет Тюремного Заключения За поджог На Блэквуд Пайнс Милгрэм 28 лет Проработал Уборщиком В старом Горном Отеле Однако Когда данное Имущество Приобрел Собственность Голливудский Продюсер Боб Вашингтон Милгрэма Уволили Свода Дарова Тащи Малька Я накопил Один Ком Нет Только Нет Ты Серьезно Ладно Сейчас Пронесу Подожди Накопил Их Надо потратить Вообще Так Судебный Процесс Закончился Сенсацией После Объявления Приговора Разъяренный Милгрэм Стал Выкрикивать Оскорбление В адрес Беременной Жены Вашим Так Господи Это так Неинтересно Это так Неинтересно Прямо Вызывай Малька Я вызову Фростика Так Надо что-нибудь Ещё придумать За тысячу Баллов Чтобы вы Ещё Кого-нибудь Вызывали И Фростика И Малька Так Понятно 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 Ну ждите Котовасию Ой Он под плед Забрался Вам не стыдно Ребётки Малёченько Так ладно Сначала Фростика Принесу Забрался Он你 Не стыдно Он 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 Го Он 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 тушеньку заказали вот он мой малыш он только читай записки please хорошо орион вот моя тушка во всей красе ну-ка а вы вблизи куда им тушку видели смотрите какая морда красивая ты мой стример да ты мой красавица киса моя киса кисточка моя любимая жирненький да так сейчас малька еще притащим скажи что-нибудь ну чего ты чего так смотрит на меня типа чего ты меня притащил так этого оставляем здесь оба амалек зарылся под плед поэтому сейчас будет немножко странно он будет очень сонный и мой котеночек вот он малыш вот на ну давай тебя вызвали дело что-нибудь пусть 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 пустьithu родов год этот и 5 & 5 кошачья пауза не кусай меня что л смотри что началось кусай его за хвост маленько ладно пусть они ходят здесь а мы с вами продолжим а раз двоих вызвали давайте скрин вот она пара моя ну что ты куда ты поскакал я вижу хромакей вижу так я их выгоняю если вызовите еще раз принесу а нет лучше я подвину хромакей фростик просто гигант да фростик если ляжет то он занимает пол дивана серёг привет жарко мне стало от этих кошечек продолжим теперь шерсти тут какая милота пойду баллы копить что ли а что вам еще пока показывает но только интим не предлагайте ладно что еще показывает забал а кстати знаете что хотела предложить например за баллы можем идти ладно что предлагать просто сделаю все кашу потом сами увидите в общем придумаю еще чем забал хотела сделать выбор игры но это конечно слишком смущает меня потому что вы можете выбрать игру который у меня нет или который я не хочу играть поэтому выбор игры пока что не будем делать показать пятку ты только при ритарде это не говори он же у нас как это фути футешист как как их называют которые любят пятки он же постоянно меня раньше просил пятку показать это чё пятки теперь перед стрием мыть надо шутка фути футешист а фетиш фут заказ игры или фильмов не ну можете заказать фильм который я потом после стрима смотрю забалла можно сделать смайл мод для чата на энное количество времени интересно ксаракс а что это значит можно по-русски кстати ксаракс хотел тебе еще раз сказать спасибо ты тогда смайлов нам надарил и представляешь я теперь эти смайлы могу даже на других стримах использовать у нас теперь полно этих смайликов и все благодаря тебе такие прикольненькие новогодние такие спасибо тебе огромное за хор так может все таки отцов рейнджа нефига себе на мороженку как хорошо когда мужики не знают сколько мороженки стоит а так то всего-то в 10 раз дешевле ну ладно я как раз хотела себе но новый год какую-нибудь новогоднюю мороженку купить сегодня морозилку как раз убрала всю рыбу сварила и и все эти первые там столько места я куплю мороженку все я хрипла спасибо большое спасибо посибочки я так хотел мороженое себе на новый год купить нет мы можем смотреть кино но только это получается чисто на твиче наверно придется делать да и не знаю вы можете без меня посмотреть кино я могу без вас пиздец спасибо спасибо большое за поддержку рома и from rush of из лавс вы такие добрые не знаю я просто не думаю что смотреть кино на стримах это интересно хотя вы знаете в следующем году мы можем с вами какую-нибудь рубрику на канал добавить почему бы и нет да тоже захотел мороженку но я поделюсь с тобой ладно георгий хохлотёв привете я наконец намутил себе кило икры а этому в курсе это еще на прошлом стриме сделал кстати да фильмы их и на твиче и могут забанить и уж тем более на ю тубе ну такие маленькие каналы как мой конечно вряд ли забанит но чего все таки 2013 год а почему я подумал что 88 а короче все вырезки газетный которые я нахожу там 88 год 90 еще какой-то год это событие здесь происходили давным-давно а сейчас 2000 какой все равно не понимаю какой сейчас год но уже 2000 какой-то короче наше время а на прошлом ты только договорил суша до нового года ты икрады живет аниме да конечно хотя знаете если бы я и начала смотреть аниме а я его не смотрела никогда то скорее всего это было бы действительно на стриме вы бы мне посоветовали комик клёвое аниме я бы ну неподдельные эмоции свои вам показала бы вот такие наверное как-то смотрят хотя apple так чем сделали круг чем мы ищем то люси и моё так кажется я пропустила чей-то очень важный комментарий сейчас мне прилетит что-то где когда но напиши еще раз на 10 раз уже пиши ё-моё опять началось просто напиши привет кила о здесь мы не были слушайте там сейчас все люди замерзнут уже на улице может уже впустим их в дом спасибо спасибо можно свечи зажечь ну а чё так здравствуйте миссис вашингтон это снова себя боюсь у меня плохие новости мы проверили его досье сделать ничего невозможно он на свободе у нас нет законных оснований ограничивать его перемещение я знаю это не то что вы хотели бы услышать но если что звонить а сейчас я тебе расскажу о симуляторе курьера так у меня несколько комментариев я играю второй раз первый раз играл четыре года назад английская премьер-лига от футбол я знаю откуда я цену я это знаю между стеной аниме это захар намекает на то что лучше его не стоит стримить понятно я пока и не собираюсь хотел бы узнать твое мнение о симуляторе курьера от кодзима как тебе игра я разочарована этой игрой прошла я до шестой главы если что то есть я ее еще не прошла но уже разочарована кодзима для меня уже не гений я считаю что он разработчик но он какой-то знаете разработчик гейм-дизайнер одной игры он делает мгс и из этой игры он тоже сделал что-то очень похожее на мгс это неплохо но это ничего гениального передового в этой игре нет для меня она очень однообразная скучная и я конечно очень много чего от нее ожидала xarx я в нее играю без стрима я в нее игра вчера и сегодня не играла гуляла потому что много вот я ее прохожу сюжет там даже я чуть слезу не пустила уже в шестой главе то есть сюжет мне нравится сам геймплей мне тоже нравится просто я разочарована бывает такое ты разочарована при этом игра все равно ты ее проходишь между икрой аниме ничего не знаю про стрим так все понятно вот я разочарована потому что если игра там гениально или хотя бы просто классная то она должна быть разнообразной они они однообразные все время одни и те же действия делаешь по миллиону раз я говорю меня больше бесит то что ты берешь какой-нибудь груз несешь его и думаешь что ты выполнил наконец-то задание кому-то помог и у этого человека появляется 5 заданий ты выполняешь 5 заданий у него появляется 10 и это просто бесконечный процесс потом ты постоянно находишь утерянный груз и это тоже бесконечный процесс вот да так что давайте закроем этот вопрос концовку этой игры до стрендинга я постримлю потому что я думаю что в конце она мне понравится кстати у меня был босс я вот по умру им писала в личку то что у меня босс но я разочаровалась а в очередной раз потому что классный босс от него надо было просто убежать меня так это выбесил то есть анимацию босса вообще сам босс очень красивый от него надо просто убежать и кстати слышала такие отзывы тоже от других игроков то что боссы разочаровали под большинство босса на просто убежать или просто покидать не гранаты то есть вообще ничего особенного а вот игрушку про джедаев да мне понравилось больше все все первое не на куни одна из самых культовых в этом жанре кстати клёвая игра но я стримить и тоже не буду есть такие игры которые я именно не хочу стримить потому что они скучновато вот тот же самый не на куни тот же самый death stranding я стримить не буду при том что игры хорошие короче death stranding игра хорошая но стримить ее не будет и это не 10 из 10 далеко мне например мгс 4 даже мгс 5 больше нравится хотя мгс 5 честно говоря когда вот этот база вот эти вот собрать людей в базы господи что это было ужасно я даже жалела что купил ее особенно после того как увидел что игра будет на пока привет марин вот а тем временем знаете чего в игре то произошло короче какой-то псих про которого я нахожу записки то вырезки из газет которые здесь когда-то кого-то сжег что-то и расчленил попрятал это везде там и так далее чем-то все делал ел человек что-то ужасное дело да вот он сбежал до си не сбежал а его выпустили из психушки продолжаем играть ой кто-то стучит резик 2 топ ничего не знаю и резик 3 тоже такой же топы ой ой какая ванна можно я здесь жить буду кажется здесь завелись тараканы можно а можно не надо стёп привет так дезодорант как можно так людей пугать о господи это кто там сидел медведь волк кот что это за монстр обороте вырезки из газеты тэмпэйшн читай потом пригоди благодарю я буду здесь всю неделю что это все нормально это очень резко медведь или тигр ладно потому что эта игра может до сих пор меня напугать вот это круто знаете я помню только кое-что сюжетная все вот эти вот какие-то мелочи не помню все на прежних местах мнение про файл 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 15 сезон утром прижать игре уже сколько два года чё вдруг обзор на нее надо делать как дела больше я не прошла привет здорово чувству себя как дома окей не узнать вот это чувство когда ты вроде знаешь что на тебя сейчас кто-то выпрыгнет и ты все равно пугаешься привет джокер о господи это так пошло ты пытаешься всосать его лицо ну правда ты посмотри как она старается расслабься милая никому твой майк не нужен прошу прощения ты что-то сказала ты что не расслышала уши заложила а ты похоже страдаешь что не прошла от боли да твой красавчик только телок выбирает и ты корова с медалью вот это у ела я первая красотка класса эмм а ты заткнись будем пытаться сделать чтобы все выжили а только ты имеешь право надо вести себя хорошо он твоя личная игрушка ну ты сука ну и что мне вообще насрать что ты думаешь я хоть умею думать у меня высший балл на выпуске мне не придется как герои всю жизнь раздвигать а на кой мне сдались твои оценки когда природа одарила по полной да ладно ты-то своей отвеслой задницей на хлеб не заработал серьезно и зубами своими это типа оскорбление это сучка что под крэком что ли пока Захар ты уходишь уходишь эмили хватит что за бред нашли из-за чего так ссориться да эми почему ты лезешь в драку за своего бывшего парня хватит мы не за этим сюда приехали это очень плохо не то чего я хотел так если мы десять минут не можем провести без ссор может устроим перерыв майк почему бы вам с джесс не заглянуть в гостевую хижину да наоборот надо всем вместе потусить пройдемся хотя лишь бы подальше от нее по тропинке прямо какая она дурочка почему у нее прям вся спина голая я смотрю на это может я рассуждаю как старая бабка но это ну что джош разведи как то где моя сумка а сумка маленькая сумка можно застудиться заболеть сдохнуть мэд ты меня слышишь оставь живых всех кроме эмили ну то не будет наоборот а ты свалил вешалку заглядевшись на девицу за прилавком эй эй она просто спросила про надпись на футболке ага конечно насрать ей было на твою дизайнерскую футболку Мне понравилась боёвка в Звездных войнах. Тебе реально хочется их спасать? Ну... Я просто хочу круто сыграть, но вряд ли у меня получится. Что хуже, Assassin's Creed или Final Fantasy XV? Какой Assassin's Creed? Астерикс, привет! Нет, вроде ещё... Этой игры ещё нет на ПК, да? Back the leg, здорово! Перевод? Ну, не знаю. Здесь есть косяки в переводе, я вижу. Убей их всех! А далеко тащиться до этой вашей хижины? Эта хижина будет самым уютным и романтическим любовным гнёздышком в твоей жизни. У неё тросы видно. Ещё бы до неё дойти. Ну, надо же верить в удачу. Ну, может быть, она тебе и улыбнётся. Эй, порнозвёзды! Вы забыли это! Порнозвёзды? Я бы позырил. Как пошло. Простите, что выставил вас. Ещё как согреемся. Не, ну лучше, чтобы в игре была хоть какая-то боевая система, чем вообще, чтобы её не было, правильно? Боссы, мини-боссы, враги. Это же... Шикарно было. Ты серьёзно? Что? Нет. Кстати, вот этот Майк, он на школьника как-то совсем не похож. Даже... Да нет, даже не только Майк. Вот это... Как эту девчонку зовут? Эшли? Эмили? Я запуталась. Сколько здесь баб? Четыре, по-моему. А, Джессика. Короче, эта Джессика тоже на школьницу не похожа. Ему обоим лет по 25 можно дать. Зачем они такие слова говорят? Какие? Ну, охотка. Я тоже люблю интерактивное кино. Хороший Жаннок. Я же отстойно сфоткала. Ну, прям модель. Держи камеру наготове. Может быть, я разрешу тебе сделать моё портфолио в хижине. Далин! Усёк. За рубежом вообще никто не похож на школьницу. А у нас похоже? Холод собачий. Ну, тут я могу тебе помочь. И как же ты это сделаешь? Да есть кое-какие задумки. Это же, знаете, что-то типа классического ужастика. В классическом ужастике обязательно должно быть немножечко разврат. Сейчас попробую зайти через твич. Давай. У нас больше, хотя тоже размыт. Ну, а ей-то только приятно, то, что она ревнует. Ух, уж эти бабы, а. Похоже, это надо как-то включить. Джош вроде говорил про генератор. Так, про генератор. Да пусти ты меня. А генератор, конечно же, в домике. Майк, может, расчитайся за генераторку и пойдём дальше? Ну, хотя бы одну, да? Ну, конечно же, клоун. Конечно. Я же говорила, что я боюсь клоуна. Майк, генератор. Я против порно. Зачем же там снимаются девушки? То есть, без девушек тебя бы устроило? Или как? Странный комментарий какой-то. Посмотрим. Пожилой клоун или просто кептель? Ой, мы это смотрели. Уже не надо, не трогай. На мой скромный взгляд, Final Fantasy XV одна из самых романтичных игр, в которые я играл. Романтичных? Слушай, что-то мне там не понравилось. Не помню, что. То ли задания какие-то, то ли... Не помню, что-то не понравилось. Или сам мир не понравился. Виктор, привет. Да, я люблю тоже ужастики 90. Да, полный восторг. Такой себе. О, да, сплошные хиты. О, задумываешься уже о таких вещах, Джокер? Ты еще как возбуждает? Маленькое приключение? О, секс похож. Подкол защиты. Тотемы надо же вроде наоборот поднимать. Это предсказание. Я поднимаю. Я же поднимаю все, которые нахожу. Почему нет? Бэкзелэг, ну, конечно, тебя помнят. До тех пор, пока ты не поменяешь никнейм. Ну, то есть, когда ты поменяешь, мы будем помнить Бэкзелэга. Да. С прошлого года. Конечно, помню. Я много кого помню. Вот, например, Фром Раша Визлах. Старый подписчик. Зашел, я его сразу вспомнила. Да. У меня где-то там все записано, да. Все вы у меня там уже для вас, для каждого там особое место. Вот там и вот здесь. Все как в тумане. Все почти забылось. Зато я вот прекрасно помню, как мы в тот раз устроили тупой дебильный розыгрыш, который стоил Ханни и Бэт жизни. Ну, если всех спасти, то будет хэппи-энд, наверное. Кстати, какого хрена сюда приехал Майк, если он... Хотя нет. Он участвовал в розыгрыше, но ведь он же не один в нем участвовал. В общем, самые вот эти отвязные. Это вот Майк, Джессика, да. Кто еще? Эмили. Вот они все в этом поучаствовали. Все виноваты смерти этих двух девчонок. Привет, Никит. Все записывает, ага. Слышал. Красивая форма носа? Во-первых, я не Люда. Во-вторых, нос у меня картошкой. А если задуматься о том, что нос растет до конца жизни? Ну, короче, он у меня, конечно, не прямой, не маленький. И немножко курнос. От хижины-то мы не пройдем. Тропа завалена. Так что я не согласна. Но я рада, что тебе понравится. Если ты, конечно, не ровнешь. Ой. Слушайте, мне кажется, уже какие-то намеки, но... Хороший, но... Блин, ты меня напугала. Думаешь, мне понравилось? Не, никого еще не убили. Руки-ноги целы? Ну да. Руки-ноги вроде на месте. Все семь штук. Ага, смешно. Сама вылезешь? Он курный массы. Вот если прямо. Я же тут почти ничего не вижу. Слышишь, ну что это такое? Сейчас к тебе спрыгну. Погоди. Там кто-то у него за спиной был. Эй, милый. Помоги-ка мне сдвинуть тележку. Так, давайте сейчас очень аккуратно, чтобы у нас никто в самом начале-то и не умер. Давай, помоги мне. Сейчас. Какая вам разница, как в паспорте? Главное, что меня зовут Люся. Люся, Люска, Люсичка и так далее. Но немножко по-другому. Потрахаться. Какое романтичное слово. Всегда меня бесило. Куда делась романтика, ухаживание. В конце концов, после свадьбы. Правильно? Правильно. Охренеть. Спасибо, остарел. О, господи. Ты живой? Всем дали. Я сейчас тебе откину что-нибудь. Все нормально. Что там у него? А я никакое не употребляю. Честно говоря, у меня от этого места мурашки. Не могу сказать, что это приятное чувство. Может тебя обнять, поддержать? Давай сперва до хижины дойдем. Короче, настоящее имя Люда. Ты извини, но я люблю называть полные имена. Ну, я не извиню, потому что мое имя Люся. Как бы ты ни крутил, ни вертел, но просто есть имя, которым назвали родители, и вот от этого и надо плясать. Почему табу? Просто слово. Табу. Нужно сначала поухаживать, а потом отравить. Фостер, привет. Люсия. Может быть... Не, Люся, ну это что-то мужское уже. Влито все в никуда. Какой ужас. Как можно так говорить? Мне кажется, если девушку любишь, почему бы за ней не поухаживать, да? Это не просто окурок. Это окурок от сигары. А не от сигареты. Мистический символ. Люсиус. А меня так и назвали, не знаю почему. Кепточ? Ой, какое классное имя. Точно, похоже на какой-то алтарь. Алтарь для кого? Кстати, да, какого хрена они оказались в шахте? Что-то сейчас вот у меня... Хрот, привет. Привет, привет. Я думаю, пора валить. Людмилка, Люда, Людуся, Люся, Люсиша, Людаша, Людаша. Людуша, Люля, Мила, Миля. Миля, не надо. Милаша, Милуся, Милуша, Мика. Я Мика? Называйте меня Мика. Ой, мне нравится. Ухаживать согласен, но после свадьбы ты уже загнул. Ладно вам. Я все понимаю. Боже, как тут все еще ровно. Денджер, 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 куда бы мы ни пошли. Люська, коза такая. А ну, брызь, коров поить, с утра не дои, да? Людк, а Людк. Мика, прикольно. Ничего себе, у него попа своей жизнью живет, смотрите. Каждая попа по отдельности двигается. Долго они, наверное, физику попа прорабатывают. Наконец-то. Хоть какая-то надежда. Сейчас Лекс ворвется в чат. Ты его позвал, что ли? Ага. Люся, так мою кошку звали. Мика, так мою кошку звали. Мила. Так мою собачку звали. Вы всегда так будете говорить. Чего только не узнаешь о себе на стриме, ну. О. Слушайте, я, по-моему, очень подробно все нахожу, да. Черт, так мы можем... По-моему, так может умереть Джессика. Упасть? И что-то у нее, по-моему, челюсти не было. Ё-моё, Джессика! Мне нужно тебе кое-что сказать. Давай... Короче, ты ум... Я знаю, как ты умрешь. Я не могу держать это в себе. Мне нужно кому-то рассказать. Ты голой упадешь, и у тебя не будет челюсти. Джессик. Да нет, ну я же вам говорила, что меня зовут Людмила. Но меня никогда никто не называл по-другому, кроме как Люся. Сейчас увидишь спальню, Линкольн. А, ты что, решил поиграть со мной к тебе? Не разговаривать с теми, кто умрет? Прокатайся по борту номер один. Ладно. Только не надо предвыборной агитации. Не, меня учили не разговаривать с теми, кто умер. А кто умрет? Все умрут. Че, ни с кем теперь не разговаривают? Как тебе такой подход, Люся? Так буду звать мою жизнь. Ну, звучит прикольно. Обитатели горы и прилегающих территорий. Опа. Тут предупреждение, что здесь водятся бурые медведи. Ай, какой мужик обидчивый пошел, а? У меня есть крутая идея. Ну? Обнимем медведя. Фокси, вместо того, чтобы сидеть молча, можно как-то подумать, например, о том, что ты говоришь. Иногда лишнее. Ладно. Типа, да, обиделся. О, еще и не то слово, как обиделся. Слушай, ты, наверное, уходил, когда я говорила, что твои действия могут привести к тому, что меня забанят. Так что это уже не шутки. Можно просто реально подумать, прежде чем что-то писать. Ты видишь мертвых людей? Мы же рофлим. Кто мы? Опять она наезжает на Модера. Ну, а Модера наезжает на меня. Такова жизнь, я не знаю. Back the like, спасибо огромное. Выпрашивать акт для Анчиков на стриме. Так не забанят, а зарофлила, так тебя сразу забанят. Ни хрена себе. Ладно. Все, проехал. Выпрашивать. Окей. Все. State of Decay? А, это ты мне писал в стиме? Нифига себе, Георгий, спасибо большое. Ладно, я вообще буду молчать тоже по этому поводу. Я просто сказала. Все, короче, не хочу ни с кем ругаться. Так, что я тут читала? Этот легендарный могучий хищник нападает на олени, карибу и любых раненых животных. Короче, ладно. А, короче, гризли. Гризли, гризли. Вопити. А, олени. Короче, гризли и волки, и олени здесь водятся. Потрясающе. Давайте посмотрим. Да не, я просто не знаю, почему мне мои модераторы иногда вот так вот хамят. Я уже даже забыла, что Фокси написала тогда. Потому что я очень отходчивый человек. Но, знаешь, я не выпрашивала аккаунт. Я просто попросила. Выпрашиваю. Так, куда дальше идем? А, сюда наверх. Или мы отсюда пришли? Да, проходила. И она мне понравилась, хотя оценочки у игры не очень были. Ну, я даже обзор на нее делала. Все скримеры пропукала. Ну, скримеры, если тут будут только скримеры, то они меня перестанут со временем пугать. У меня новая мобила, старая перестала включаться. А, я тот телефон добил Фокси и он включился. Аккуратней, дурачок. Да, я отвечал на ее брачный зов. Надо же, везде успел. Да, делюсь любовью. Испугался. Слушайте, куда-то очень далеко нас отправили. Но здесь красиво. Мостик. То есть, получается, у них во владениях вот этот вот огромный дом, вот эта часть леса и еще домик, в который мы идем. Не жирно ли, а? Лига, приветик. Ой, спасибо тебе большое. Кабин. Да, наверное, мы туда и идем. Ну, вообще-то туда, да, очень просто залезть. Выпендрешь. Эй, Майк. Что это у тебя такое на лице? Бум. Снежком в лицо. Какая же стерва. Сумма напросилась. Шикарное место, чтобы умереть. Ага, отдаленное такое. Джесс. Сода, давай, возвращайся обязательно. Спасибо огромное. Так, то есть... Сэмми! Что? И все? Ты бы даже не знаешь, что в этом случилось. А, я думала ванну принять. Тебе в этом деле помочь не надо? Как смешно. Смешно. 22-44. Ох, я бы приняла бы такую ванну. Да ладно. Что, Джош, сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Джош, ты где? А Джошуа уже и нет, походу. Я где-то слышала про общественные ванны с животными. Там, типа, можно плавать с любым животным, с каким захочешь. Ха, спокойной ночью. Пока, Хрофт, пока-пока. Апа, привет! И сейчас 22 сроки. Ох! Мамочки. Кажется, я начинаю бояться эту игру по-настоящему. Стрэнджер, стрэнджер. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. У нас какое-то сообщение. Обижается на меня. И что это? На меня Фокс уже не первый раз обижается. То есть обиделась не я, а он на меня обиделся. А я говорю как есть. Мне не нравится, что ты написал то-то и то-то. Просто почему некоторые люди не могут как-то мою точку зрения тоже немножко хотя бы принять там или попытаться, или сказать, нет, у меня другая точка зрения, нет, берут, короче, и наезжают. Ну, окей. Ханна, Джош и Бет. Вы приглашены к Сэм на вечеринку в честь Хэллоуина. 31 октября 2013 года. Ой. Так это... Как можно приглашать на вечеринку вот на такой открытке? Когда в Москву? А зачем мне в Москву? Не знаю, может, когда-нибудь на Игромир поедут. Хотя не уверен. Прижми горячую ванну и забей на всех. То есть это вот комната Ханны, да? Которую разыграли и так далее. Дорогая Ханна, я буду счастлив, если ты придёшь на мою крутую вечеринку. А, смотрите. О, Ханна, любовь, любовь. Ну, а что такого, то, что Ханне нравился вот этот Майк? Как говорится, хорошим девочкам всегда нравятся вот эти вот плохие мальчики, которые никогда на них не обратят внимание. Ну-ну, это всё ясно про Майка. В основном ответы... В основном ответы... Ой-ой-ой, ничего у тебя с ним не выйдет. Он безбашенный гуляк, а ты сидишь дома, занимаешься вышивкой и отрабатываешь соль минор на фортепиан. Выкинь эту идею из головы, либо отчебуть что-нибудь реально дикое. Сбеги из дома или сделай себе татуировку или ещё что-нибудь в таком духе. Что угодно, лишь бы привлечь его внимание. Ведь это же всё ради любви, верно? Так что давай, не раздумывай. На Игромире, помню, девочки рисовали фри-хакс, мы с сыном на них залипли. Такие, ой, как на маму похоже. Та сразу стёрла и убежала. А фри-хакс это что? Мой любимый стример? Ой, как сложно. Так я сама стримы уже не очень люблю. И почти никогда их не смотрю. Мои любимые стримеры это те, к кому я хожу. А они ходят, кстати, ко мне и очень часто их можно встретить в чате. Вон, Рома, Славик. То есть, мои любимые стримеры это мои друзья, по сути, получается. Популярность стримеров я не смотрю. А, внимашки. Скептицизм, привет-привет. С Рождеством, 2010, сестренка с любовью Джош. Миленько. Не пойму только, жили они в этом доме, или это чисто загородный дом, в который они иногда приезжали. Визитка в тату-салон. То есть, хотела она себе татушку? Кто твой любимый стример? Не знаю. Бесплатные обнимашки. Свободные обнимашки. А, хакс это обнимашки? Ой, я не знала. Для меня это новое слово. Стрим, так... До 12, или до часу, или до полпер... Нет, точно не до часу. Но, может, до полперого. Может, до 12. Как пойдет. Надо уже немножко пройти, наверное, вперед. Подальше. Чтобы завтра осталась где-то половина игры. Спасибо, Мариночка. Спасибо тебе, мой хороший. Иван, спасибо тебе. Да, конечно. Давай, Джош, давай. Вы, наверное, теперь думаете, что я злая? То, что я так общаюсь? Теперь сижу, гружусь, что-то не знаю. Ну, здесь вот так вот игра развивается. Она вначале такая немножечко бродишь-бродишь. Все более-менее нормально. На самом интересном месте несколько раз, по-моему, прервется. А потом уже дичь начинается. Просто СВЧ. Ну, нет. Да я не злая, ну. Лучший фильм урса 2009 года. Режиссер Боб Вашингтон. Кровавый монастырь. Да хватит, говоришь, что я СВЧ. А, стоп, мы отсюда вышли. Как же темно в этом доме. Может, свет уже кто-нибудь включит, а? Как это, устроим сходку? Нет. То есть, если я приеду в Москву, позову вас. Кто там в Москве живет? Те, кто живут, не приедут? Я думаю, человек от 3 приедет. Отсутствие горячей воды, это очень большой прокол. Да, да, нужно просто бойлер включить внизу, в подвале. Ладно, вы пока поищите гадальную доску. Только не в подвале, только не. Пошли искать. Пороемся в разных сокровищах. Ну, ладно. Только не в подвале. Вы не пожалеете. Пойдешь за компанией. Этот дом, наверное, очень холодный. Пока они отопление не включили. Да вряд ли камин может нагреть такой гигантский дом, да? В Анапу? А Пав говорит, приеду. Да я и сам могу приехать. Я как-нибудь доползу. Э-э-э, не туда! Мы идем в подвал. А, отдельно звать? Хорошо. Ладно, приеду, как мы в Москву обещали. Айс Киди, привет! Пускай побудут немного наедине. Я играл в Dark Pictures. Pictures. Мне понравилось. Живу я в Москве. Ага. Скорей бы Крис набрался смелости. Он так боится, что Эшли ему откажет. Да не будет этого. Чего именно? Ни того, ни другого. Потому что смелости к ней подкатить. А Сэ вообще ни с кем, да? Не мучает. Попробуем пистолета. Вот это правильно. Пошли они все к бабушке. К бабушке. Пошли они все к бабушке. Ух ты, какие ногти красивые. Джош и его сестры красавицы. Ханна и Бет. Отлично смотритесь, ребята. Ты играла в Холл Ад? Неа. Хотя мне уже говорили про эту. Да, что Джош? Я хотел сказать. Ну, в лучшую сторону Айскидди, или в худшую? Для меня очень важно, что все снова приехали в этом году. И что... Ну, я согласна. Но когда это будет? Через пару лет, может. А может быть, в следующем году. Когда-нибудь-то точно сходочку сделаем. Весь чат болеет за Сэм, но немного за Джесс. Да Джесса у меня первая умрет. Я помню, что она первая умирает, и ее очень трудно спасти. Хотя я очень постараюсь. Прям... Вот так вот буду все кнопочки бить. Скажу честно, мне жутко находиться здесь. Да, да, да. Дарк Питер, страшилка на корабле. А следующая страшилка будет про какую-то бабку. От этих же разработчиков в 2020 году выйдет. Тут осторожно. Да я уж как-нибудь осилю эту старую лесенку. Черные колготки терпеть не могу. Только под штанами я их ношу. Не знаю, мне кажется, что черные колготки это... Нет, скажем так. Черные колготки зимой я считаю можно носить, потому что теплые они. Но летом только или прозрачные колготки, или вообще голые ноги. Телесные, телесные. Нет, теплые сложности нету. Георгий, максимум сходка подписчиков мною запланированная в какое-то определенное время. И там будет много людей. Человек 3-5. Может 10. Но я это не планирую. Это так. Просто мысли в слубль. Ты можешь подержать? Что это? А что там? Ты посвяти сюда, чтобы я видел... Ты глухой? Я не двигаюсь. Кто живой будет, приедет. Ага, на 1 января. Таё! Можешь сведеть сюда? Мне нужно видеть, что я делаю. Несложно не двигаться. О, Маша! Подари мне свою сияющую улыбку и окурить. Отлично. Ну как ты вовремя? Спасибо. Так, первым делом нужно увеличить давление воды, а потом можно включать номер. Мне звучит очень сложно. На самом деле это проще простого. Очень вовремя? Спасибо. Ну как же без этого-то? Ой, вот эти я не люблю. Вот так и вот так надо сделать. Спасибо, Робка! Ой. Ничего, просто давай еще раз. Просто я не вовремя. Когда нажимать-то? Успокойся. Все просто. Жми кнопку, когда загорится лампочка. А, когда загорится лампочка. Хорошо. Ром, не хочешь в следующем году просить курить? Здорово, Квазар. Другое дело. Молодец. Дай пять. Ой! Я не дала ему пять. Фак! Это было тупо. Дай пять. Пойду нюхнуть. Это может быть все, что угодно. Нюхнуть же. Давай. Я просто. Я просто тебя погнал. Привет-привет. Ты реально испугалась. Еще один обиженный пацан. Так, возражения. Вообще-то мне было страшно, придурок. Ты просто захотела размяться и потому подпрыгнула. Что-то они мутят. Видите это, нет? Что делает дом большой и старый? Вот и стонет. Да просто трубы старые гремят. Успокоились все. Джош. Что? Ну или еще один росомаха тут живет. Ровный ритм. Это классика. Как-то очень странно. Просто ветер. Просто клоун какой-нибудь. Клоун-маньяк стучит по батарею, чтобы нас напугали. Труба вот-вот лопнет или с котлом проблема. Вряд ли. На твоем месте? Я бы проверила, а то потом родители убьют. Да, ты права. Ладно. Крыса? Эх! 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 У тебя тут крыса водится! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Какого хрена тут заперто? Чтобы никто не залез? Чтобы никто не залез? Какого хрена? Фу, клево я прикололся. А ну, кстати... Чего? Да, вообще отличное. У меня сейчас были мысли, что это кто-то прикалывает. Стой что-то. Тут столько всякого прикольного старого хлама. Ты не представляешь, я просто не могу держаться. Ты что вообще? А ты, ты был в курсе? Может вызвать полицию? Не, а жаль. Степ, что надо. Если вы понимаете, что вас... Да, кстати, есть тут телефон-то? Мастер-шуток. А вдруг это не он стучал? О! Скажи честно, ты насмерть перепугалась. А вот и нет! Ну, пустила ведь штаны, а? Криса можно убивать. Что это на тебе за балахон? Я... Нашел. Надеюсь, ты примешь обет молчания. Ладно, ладно. Ты хоть доску нашел? А вот наш пропуск... Придурошный! Зачем? Нет! 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 Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Нельзя играть со спиритической доской! Нельзя играть со спиритической доской, когда вы уехали далеко-далеко в темный заброшенный дом! Проснись, Мэт, ты пойдешь со мной за сумкой? Ой, это все еще сумку свою не нашла. Меньше сугроби с майком надо было валяться. Ай, в глаз что-то попало. А-а-а! Ай! Надо играть в бутылочку. Ну, конечно. Ай, да что такое? Или в карты на раздевание. Или в прятки. Вообще, прятки моя любимая игра. Квазар, как ни странно, играла. Я уже рассказывала эту историю. Я была на дне рождения одного мальчика, и там его мама сказала, что сейчас она придумала для нас классную игру, и это была бутылочка. Это очень странно, вот сейчас мне это осознавать, что эту игру предложила его мама, и она, по-моему, даже... Или она смотрела, как мы играем, или вместе с нами сидела, ну, что-то такое. Как ты относишься к своей фамилии? Я люблю свою фамилию. Кхм-кхм. Так. Не будем стелиться перед ней. Можно просьбу? Без шуток. Ну? Ты только не злись. Мэтт. Ты не могла бы на будущее, но если кто-то типа тебя провоцирует, ты... Смущалась бы играть на раздевание. Ты на что намекаешь? Что это моя вина? Я бы не стала в это играть. Ну, да. Ты права. Ну, конечно, права. Да, ты права, это твоя вина, но... Ладно, мы с тобой не будем ругаться. Так. Может, здесь что-то есть? О! Стоп, я уже смотрела в этот фуникулер. Хотя мне сказали, что он сломан. Ну, да, он какой-то странный. Недолюбливаешь свою фамилию? Ну, если ты не Какашкин, то всё нормально. Ты целовалась с мамой того мальчика. Ой, смешно. Я не помню, кстати, чем это всё закончилось. Ну, я... По-моему, я ни с кем тогда не целовалась. До меня так и не дошло дело. Почему девушки-стримеры не играют в стратегии? Типа Dune 2000 или... Не пойму, чё? Я... Я считаю, что жанр стратегии, он, конечно, очень сильно устарел. Я когда-то... Яичкин? Да нет, ну. Почему нормальная фамилия? Вот. Я играла когда-то в стратегию Властелин колец. И в стратегию... Варкрафт. И всё. Тогда они... Вот это, кстати, хорошие были стратегии. Ну, сейчас там уже, знаете... Графон какой-то такой очень слабенький до сих пор делают. Ну, фиг знает. Меня не затягивает такой геймплей. Спасибо, что помог мне найти сумку. Я знаю, со мной иногда нелегко... Котик! Я бы никогда в жизни не поменялась. Хотя, я была бы твоей Алюсе котик. Или котиковна. Что там лежит в сумке? Ладно. Эротическое бельё. Что там может лежать? Что ему должно понравиться? Да, они, конечно, надеялись, как будто осень сейчас. Круто. Котик в доске. Здорово. Это так классно. Нужен косплей Индигу на следующий стрим. Мне так приятно быть с тобой рядом, тилач. Я не только по этой части. У меня и мозги имеются. Тебе хватило мозгов выбрать меня, теперь дело за мышцами. Ты делал это снаружи? Снаружи чего? Машины. А у тебя машина большая. Наружи машины. Здесь тебе места не хватит? Или она всегда это делала только в машине внутри? Знаешь что? Поищем точку получше. Да? Может, тогда сразу точку G? Здесь много разных местечек. Да я уж прямо и снег расчистил. Как же норме? Давай немного осмотримся. Я уже успокоился и штурмует что-то. Я вижу. Причем моментально штурмуешь. Молодец. Что такого влажного в этой сумке? Да так просто белье. Кружевное. Я угадала. Что ж ты сразу не сказала, что у нас там такой ценный груз? Полный вперед! Кто ж знал, что это для тебя так важно? Да ладно! А почему думаешь, я вообще сюда поехал? Теперь я знаю секрет, как заставить тебя делать то, что хочу, когда хочу. Что ж ты сразу не сказала? Лях и женщина-скрипка. Клевые фамилии. Так, ну и что ты встала? Типа, надо выбрать, куда идти? Но там света нет. Ой, пойдем туда. Тебя там хотя бы плохо видно будет. Все живы, но я ее сейчас прибью. Мистер Олух. А, ну да. Классно. Вот Олух. Я мистер Олух. Ой, ну просто. Мистер Олух. Ой. Что это? Не знаю. Какой-нибудь звери или... Ну и жутко. Черт, это похоже на призраков. Вы это слышали? Это, наверное, кричат эти... Ханна и Бет. Очень... Если бы я такое услышала бы, я бы точно отсюда была ехала. Прошу, мадам. Почему никого это не смущает, да? Очень впечатляет. Потекло. Олег и Сайф, привет. Кажется, мы не здоровались. Я подумала, она без руки останется. Ты поверил? Не, я вот этот прикол помню. Еще в Uncharted такой прикол был. Только в третьей части, по-моему. Фишка с розыгрышами слишком часто повторяется. Это... Это... Его здесь точно не было. Фишка этой игры, скажем так. Записка? Здесь или на самом деле что-то ужасно происходит, или это розыгрыш. Других вариантов нет. И ты должен догадаться, то есть... На самом деле тебя боятся или нет. Ого. Ну это... Ну вот это? Наверное, Крис. Или Джоз. Это уже перебор. Такие шуточки. А здоровались? Беспонтовая шутка. У меня есть, у меня две елки. Мне это не нравится. Одна у меня уже была. А вторую елку я... Что происходит? Я забыла, потому что ты не пишешь. Мне как-то уже не до трусиков. Просто хочется взвинять отсюда быстрее. Мне как-то уже не до трусиков. А вторую елку я тиснула на работе. Так что у меня две елки. Теперь только не знаю, куда их ставить. А почему окна заколочены какие-то? Слушайте, какой-то у вас кабинет мне не прикалывает. Не вдохновляет как-то, да? Я хочу понять, как ты относишься к людям, которые боятся одиночества. Разделяешь этот страх? Да, я боюсь одиночества. Спасибо, Олег Исай. Вот так. Знаешь, ведь судя по твоей игре, этого никак не скажешь. Настоящие веточки. Ну, может быть, парочку в лесу и там я где-то... Настоящую елку точно нет. Наряжать? Ну, возможно, настримиваем. Лёш, я такого не знаю. Для меня Новый год уже не праздник. Почему? Почему он поставил на стол все эти кошмары? Иголки и тараканов? Так. Преданность или честность? Честность важнее. Психолог. Добрый ветер. А если честность против доброты? Доброта важнее. Надо же, какой добрый человек. На сто процентов. Как мило. Ладно, не знаю. Что за вопрос? О, к сожалению, наше время вышло. И ещё увидимся. Извините. Извините. Мне послышалось, Илья сказала, извините. Мы просто пошутили, Хан. В этот момент в игре тоже сказали, извините. Ну, это слышно? Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Я потом пересмотрю этот момент. Я точно знаю. Нет, мне показалось. Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем они. Я боюсь, что с этой игрой меня с ума сводит. Готовы снова подружиться. Бум. Эффект бабочки. Пошу прощения. Ты что-то сказала? Так и было? Не расслышала. Хватит. Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духов. О, кстати, берегитесь Джоша. Вон, приколись. Не в игре сказали? Ну мужской голос сказал. Да ё-моё. Как я сегодня спать-то буду? Было? Миш, привет. А, это кофта с Майнкрафт. Я вам её уже покажу. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьёзно. Я предельно серьёзен. Заткнись, а. Поехали. Да, давайте. Так. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращённая. Тебе и быть медиумом. Библиотека в доме 2300. Может, покушаем уже что-нибудь? Побухаем? Почему мы занимаемся этой чушью? Только приехали. Ладно. Здесь кто-то есть? Алло. Возьмите трубку, духи. Ну алло. Абракадабра. Ахалай махалай. Ахалай махалай. Подайте знак. Ну там, пацифик или кирпичок. Это если всегда красные шуточки. Хорошо, хорошо. Есть там кто-нибудь? Нет, я вообще ни разу не играл в Майнкрафт. Постойте-ка. Это ты была. Я ничего не трогала. Она движется. Буква. Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Помогите. Хелп. Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Кто же ты? Опять. Так. С. Е. С. Т. Сестра. 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 Чья сестра? Да ладно, че я? Заткнись. Спроси чья сестра. Да понятно, чья сестра. Это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Как тебя зовут, надо спросить. Кто? Говорит с нами. Бет? Это ты? О боже. Да бросьте вы. Я угадала. Может. Ничего. Ты уверен? Может хватит? Нет. Слушай. Десять кабал? Я хочу знать, что она говорит. Оно что это? Я не помню. Подумай. Если это действительно... На что их можно потратить? Я забыла ее сама. Можешь выяснить, что тогда случилось? Ну. Ладно. Ага. Сейчас. Так. Спасибо за вот это. Что с тобой случилось? Ты расскажешь? Ха. А. Эн. Эн. Это Ханна. Дальше ползет. Не, у меня такого нет. Не читает Захар. Тем более Захар нет. Ли. Господи. А, продлить стрим? Да ладно? Ребят, как это понимать? Я не хочу продолжать. Мы должны. Ты только не нервничай. Я уже забыла. Она будет говорить, что кто-то убил Ханну. Я не знаю. Ты просто спроси еще. Так. Как погибла Ханна? Так. Так. Как убили Ханну? Так почему убили-то? Они же упали просто. Ах, подожди, за ними гнались. Крис Фанн Захар в армии. О, Крис. Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем? Но это не круто. Джош, нет. Это же изначально твоя идея. Эй, успокойся. Эш, не виновата. Да давайте хоть шашлык сделаем. Что за бред? Нафига мы сюда приехали? Лучше не надо. Пивца попьем, шашлычка пожар. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Забавный момент в игре пожар. Это было мега убедительно. Да не притворялась, я ты что? Надо выполнить просьбу. Шортах и лосины, да, нибудь. Блин, теки. Захар сегодня был. О, нет. Так, все, все, все серьезно. Все серьезно. Квадрат, икс, треугольник, кружок. Сейчас все очень серьезно. Сейчас у меня может умереть персонаж. Если Сэм выживет, я пойду в армию. Договорились. Давай, если Джесс выживет. Иль, давай я пойду в армию. Че? Охренеть. Че это было? Откуда тут эта фиговина? Как эта маска прилипла? Что? Как маска может прилипнуть вот так к стеклу? Что за мистика? Любовь моя. Может, все-таки замочим их? Нет, я хочу попробовать, чтобы мы выжили все. Чтобы их замочить, это надо просто положить геймпад и все. Я торжественно обещаю не убивать тебя, когда найду. Ну ты. Ну ты даешь. Здорово вышло. Э, почему сообщение Ориона удалено? Нет, нет. Нет, нет, Майк, смотри. Ты меня снимала? Вот это лицо. Я испугался, Джесс. Нельзя так пугать людей. Да еще посреди леса. Страшно же. О, я тебя напугала. Если ты это запустишь, я тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да, старайся лучше. Это вызов, что ли? Не, я сейчас не испугалась. У меня уже иммунитет начинает прыгать. Вопросы о моей личной жизни? Ну, можешь попробовать, но не факт, что я отвечу. Я бы с ней расстался, она кончилась. Зато веселая. Хотя, вот эти вот пугалки. Я просто помню, как я в детстве так вот родителей пугала. Пугала, 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 пугала. Потом, в конце концов, просто на меня так наорали. Типа, хватит, это не смешно. Я уже сама сейчас думаю, что это не смешно. Ну, тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Ты веселая! Все. Ой, мой любимый вопрос. На который никто не знает ответа, даже я. На этот вопрос я обычно отвечаю так. У меня есть два кота. Жутковато. Базар. Что? Слышала? Ну, хрустнул кто-то в лесу. Ну, что ж вы такие подозреваки-то, а? Я один раз шею себе порезал и лег спать. Обделались все, когда меня нашли. Ой, это не смешно. Да вы что? Охренеть! Мамочки! Я устараюсь, я устараюсь. Он нас тут не зашиб. Здравствуй, Рейнзо. Рэпер, а кто из них рэпер? Мило. Все, как ты и обещал. Кефтать. Что? Хижина. Сдосно плохо. Сос, это же челлендж какой-то. О, мы в эту хижину шли? О, какая романтика. Найдена улика старая маска. Почему старая? О. А вдруг она не испугается? Она упала в воду и заплакала. Он специально это сделал, чтобы согреть ее мокрые ляжки потом. Коварный мужчина, а какие же вы, типа, хитрые. Сначала надо заморозить девушку, а потом, значит, как говорится, ее согреть. Не, ну, с мокрой задницей в такую погоду, я ей не завидую. Сколько тотемов нашли? Да я их не считала. А, можно же посчитать. Сейчас. Ой, сейчас посмотрю. Если тут... А как? Секунду. Ой, у меня двигаются показатели мои. Так, я нашла... Раз, два, три, шесть тотемов. Женщина всегда провоцирует первыми, а когда получает в ответ строится себе овечь. Ну, да, и типа, плачут. Ой. Черт, кажется, я лишь детка. Не типа, плачут, а плачут. Мама, мамочки, нет. Ну, почему зверьки всегда страдают? Это ужасно. Похоже, ему конец. Почему? Что это за... Убиваем. Он умрет все равно. Так, дружок. Эй. Я избавлю тебя от мучения. У меня любых животных жалко. Так, так. Ну, быстрее. Не могу смотреть. Так, так. Майк, что ты наделал? Что за фигня оторвалась? Боже! Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю! Давай! Сюда, сюда, Майк! Давай, сюда! Как он жил-то с заторванной головой? Паника! Я не успела ей помочь. Э-э-э, ты куда без нее-то побежал? Вообще, девушку вперед надо пустить. Вот это ужас. Олень какой-то был обожженный, как будто покусанный одновременно. Голова оторвалась, потом кто-то его тело украл. Кошмар, как будто в марафон пробежал. Спасибо за подписчику. Да это точно не медведь был. Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Но машина, они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что сейчас сложим. Паникюр. Да, когда вот тогда начинается паника, нажимать вовремя на кнопки сложно. Эта дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ладно. Будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. Индиго? Ну, я откуда знаю, кто это был. Ну, конечно. Может, это был призрак. А почему эффект бабочки? А почему эффект бабочки? Что на всё на это повлияло? Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Оооо. Это как? Вы. Твоя дама хотела бы... Пендрёж начался. К твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ах, ваши эти женщины. Ооо, уютный свет. Майкл, уютный свет. Да. Камин. И уютный свет. 4 года назад, эскидди. Умилитель. Один раз. Одно прохождение. Ну, я помню, здесь какие-то монстры в конце будут. так свет сойдет за уютный свет нажми их чтобы найти вискарь да ну не рассказывайте вы дровишечки если не хочешь целоваться с ледяной статуи советую развести огонь сейчас заткнись ты сказки мифы коренные жители америки джозеф малик помню очень интересный момент в этом доме да тут что-то типа того что у нее телефон что ли потерялся по пути что-то такое ну почему ты почему майкл ты же огонь разжигаешь не роман пишешь насколько можно еще время сейчас я не успел прочитать так медведица вернулась она в ярсти напал на торговцы но он сумел бежать прихватив с собой шкуры это увидел могучий орел он спикировал на торговца бежавшего по лесу но тот отпугнул его выстрел торговец приближался к пушке леса радостно думая о том сколько денег выручить за шкуры медвежат но вдруг огромное дерево упало преградив ему путь торговца пришлось его обходить и тут его настигла медведица великий дух остановил его в тот день и медведица смогла отомстить если прогрева пора прогневаешь землю лишишься жизни великий дух видит все помни об этом и будь осторожен уважая обычаи племени знаки и символы коренных племен коренные мне от этого нисколечко не легче американские племена вырезали на деревьях и рисовали на стенах особые знаки и символ некоторые из этих символов таили в себе религиозный или мистический смысл другие предупреждали об опасности или даровали защиту третье сообщали о хорошем месте для охоты многие знаки были уникальны их использовала только одно племя а для прочих племен они были непонятны ниже представлены некоторые символов использовавшихся племенами северной америки и канады все 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 990 баллов быстро эти балл копится фокси получается да ты умеешь считать ну да кстати женщины тоже не понимаю ну нашел ты тут ар нет то что ты сейчас нашел оружие это прекрасно это нам очень может пригодится она могла бы обрадоваться типу оружие черт майк что черт что да где он что или что он потерялся шерс притормози кто потерял свой телефон шерлок что нет черт дура наверное снег выронила вот так вот класть телефоны здание карман это уже четвертый кстати не умею такие косички делать не как-то делал ну вот надо просто чтобы здесь от пышника было не получается как-то не хочется сейчас лишь туда и вообще у меня форма головы у меня очень вытянутая лицо мне не все прически как курица ясно тебе придурок додумался тоже риттер дар расти меня наверняка он упал в воду и теперь даже не работает так что какая разница оооо договариваются они там лисы сговорщики кстати по махамдаль предложил будет свет сказал продлить стрим на полчаса за а за сколько он не говорил на идею свет включал я знаю что это пробки ты все сломал да это просто контакты замкнула это у тебя контакты замкнула хана с кубком за третье место на школьных соревнований 2013 году много всего 2013 году произошел а это 2015 тот год когда вышла игра все я поняла камас утра вот это да так молодцы ребята когда один из любовников силы сжимает одно из бедер партнера между своими это называется объятие бедрами ничего себе различные виды применения духовных и физических удовольствий в их высочайшей форме то что муж наиболее всего желает получить от жены или любовницы борщ ладно не борщ спасибо за подписку то она должна с величайшей страстью предоставить многие чувственные удовольствия есть воплощение как земной страсти так и духовного единения поэтому когда муж встает в позу под название поднимающийся слон а можно картинку хотя бы жена в ответ должна принять позу который древние называли великолепный лебедь сложная позиция под названием отшельник играет на лире часто сочетаются с другой который много названий однако сама распространенная цветущей маргаритки пока не видел ни одной которая бы не пошла что против это ты я надеюсь не про эту книгу спасибо ром не видел ни одной которая бы не пошла а чем он спасибо огромное ромочка спасибо я вернулся что интересно к массу тра листа так но я специально прервалась вам же интересно что задачку как эту игру пропустила цензура и церковь так хочу такого то когда человек целует отражение человека в зеркале или воде ну и что такого или же свою собственную тень на стене это называется поцелуй клятвы когда женщина кладет бедро на бедро партнера это поздно называется сплетение все дальше нельзя листать вот так сплетение вашего расплетения потом с работу то можно так и остаться я даже не поняла врачу как приют наручную это ты про мои непослушные волосы которые я фиг фиг как могу уложить кстати вот эти кудри которые вы сейчас видите это просто у меня были прямые волосы и на улице ну короче на улице они меня завиваются все и вот 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 такие вот непослушные не слушаются меня не люблю я их ну хотя бы не выпадают особо спасибо ром комплиментами меня закидали закидать 2071-2080 айбери будь элитой кстати вчера на стриме у рома я поняла что у меня видеокарта старая так где же огонь то нам взять а он говорит 1070 что-то вроде как это уже край какой-то хотя у меня на компе на ультрах пока еще игры идут его мурлычество а какую кису ты зовешь фростика или малька а фростика бедного все бедная тушка моя 1 0 я веду жирушка 1070 это равно ритард фростика заказал я несу знаешь а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить ой это мы не продумали ну если бы я знал заранее понимаешь я как-то сейчас я сейчас принесу кота сейчас принесу кота давай лучше целоваться может надо просто зажмуриться и прыгнуть ну типа как прыгают в бассейн что то есть начать потихоньку кажется у него не сейчас подождите заставка закончится ты серьезно думал это сработает всегда работала бедяха 6670 2011 года майк ставлю ну так дело ты не только видеокарте же может закроешь еще же процессор нужен брось там никого нет мне кажется что кто-то смотрит мне не по себе джесс правда она забыла уже про свой телефон мне реально не по себе а кто-то смотрит закрою так все сейчас я кису принесу кис 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 Субтитры делал DimaTorzok Затискали кота Пузечка, пузечка Здрасте, что вы от меня хотели? Я кот Фросток Я хочу кушать всегда Я поехал Только не кусайся, мой котик Малыш Жирненький такой мальчик Сегодня мамочка вкусняшку пила Это не последнюю стадию Ау 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 Дед Кот Хороший, не кусайся Ай Да ёлкин Понятно Теперь малька? Ну, меня покусали Ну, ты призывай в следующий раз Так, теперь малька А ты тут сиди Маленько Чё надо? Чё надо? Чё надо вам? Вот он я Позвали Называется Кис Мая Фурсис О Чё хотели? Чё хотели? Чё хотели? Чё хотели? Чё хотели? Чё хотели? Короче Вот он я Красавчик И я пошёл беситься Пусть побесится немножко Я не буду их далеко уносить Сианские, да Малёк, это наш пацан Фух Скрин А я потом сделаю скрин Выложу Я поняла про какой ты момент Говоришь Закосарь Коты задолбаются Дефилировать Повышать до 10к Да ладно Мне же не сложно Их принести Да и им тоже Наверное В тот момент Когда я малька Вот так вот взяла Слушай, тебя покусало меня Так нормально Теперь рука болит Фростик Фростик редко кусается Но он не очень любит Когда его тушку тискают А, через эти вот дырки На нас никто не сможет посмотреть, да? Вуаля Ставни закрыты У тебя донная видеокарта К стоит Ну, в следующий раз топовую буду брать Но это уже, наверное, в следующем году Что? Какую игру? Слушай Я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная сексуальная штучка Но, если говорить честно Ну, я немного комплексую Чего? Подожди Принеси алкоголь Закрой Занавески Теперь еще и отказывает Ладно, будем разводить Пожилая сексуальная штучка Все такие Но Ты хорошо справляешься И не только внешне На самом деле Да Я стараюсь Вот И это суперсексуально Ну Мокрые джинсы Конечно, надо было давно снять Попробуй найти теплое одеяло Мы закутаемся в него Сядем у камина И выясним Полный ты у нас дурак Или это все-таки излечимо Я думаю, Фокси имели в виду скрин Когда я малька показывала под конец Он такой миленький, висел Люська девушек разводит Пошла за пледом Одеяло Точно Сейчас принесу Не, если все получится То к концу следующего года Я целиком комп себе пересоберу А что не получится? Получится, конечно К концу-то года Сколько новых Новый комп примерно Сколько стоит? Я думаю 1100 где-то Ваш заказ, мадам Одно одеяло для леди А где же для месье? Мне бы чего-нибудь гладкого И теплого Обнаженного Гладкого? А не бритые ноги не подходят? Можно устроить Ай, у меня что-то Палец заболел Ай Майк? Ай Что это? Ай Я не знаю Ну так лучше Ай-яй-яй Давай Ай Почему? Что с моим пальцем? Так Надо всего-то 300к Ай Ну фига себе Что ты там хочешь? Да нет Я, по-моему Вывихнула себе Пальц на ноге Ай На ноге Я не знаю Ай-яй-яй Безымянный палец заболел Я что-то давлю на него зачем-то Блок питания мой такой себе Кстати, да, говорили мне уже об этом Кто-то Правильно я иду? О, нет Это уже действительно страшно Твой телефон Ведя хатах себе Как это мой телефон? Я не знаю Ну, ты пф5 Оно отыгровое или? Ох, да какого хрена Вот же твари Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят Дождались, когда мы к делу приступим Какая ж она дура Эй! Вы! Уроды! Я к вам обращаюсь Я знаю Что вы там? Нахрена вы приперлись? Что? Так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь Вы нам не помешаете Потому что у нас сейчас будет секс Да-да Мы с Майклом будем дрохаться По полной программе Наслаждайтесь Мы готовы и приступаем Да что ж такое? Е-мое! Ой Вот насколько я помню Она все еще жива Ее еще можно спасти Думаешь это они? С нами разговаривают Да жива она Нет, она жива Не знаю что лучше Чтобы да Или чтобы нет Ну Надо выяснить Кина не будет Не дери диван там Джош конечно сильно распсиховался Да, а он старался не подавать виду Но Думаешь зря моя сестрра Что я по поводу него могу думать Да, мы приехали поддержать его А не духов вызывать Нет! 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 Кот! Нет! 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 О нет! Сейчас он нажмет О нет! Кот! Нет! Нет! Куда ты полез? Он на Соньке стоит С твоим весом С 8 килограммовым Куда ты полез? Нет, уходи! Не нажал? Совсем чокнулся Ау! Все в порядке Демонтаж Соньки Не, ну как они так делают? На самом интересном месте Берут и прерывают Чего же переживаю Я хочу джесс спасти Ой, со свечкой Самое ненадежное Конечно, ходить А у этих Типа призраки, да? Там что-то за книгами Игра очень напоминает Обскюр Я поиграю, кстати В Обскюр Как-нибудь Первый, второй Нажать? Ну, в таких домах Всегда есть секретный проход Ну, зачем ее спасать? Потому что ее сложно спасти Ну, как в доме у Вашингтонов И не быть тайным уходом Хочется сделать что-то хардкорное Ну, что Давай заглянем Ну, 10 килограмм Ты немного Вот, спасибо Так, теперь я за него играю Повсюду фотки я разложен Я выпущу из них кровь Как из свиней Я сорву с них белую мягкую кожу 16 долбаных лет Я ждал встречи с крошками Ханны и Бет Охренеть Так, конечно Я не хочу тебя пугать Но Глянь сюда Что? Крис, что это? Это Кажется то, на что указывала Годальная доска Отсказка? Да, это письмо Покажи-ка мне Это Угроза? Кирс 5? Все серьезно Надо найти Джоша Прямо сейчас Кого никто не поднимал Собаку? Ээээ, зачем вот такие вот штуки делать? Простынками накрывать? Как будто там человек Под простыней Я уже заикаться начинаю не согласитесь классный ужастик тут конечно они постоянно друг друга пугают то есть это все может показаться несерьезным но тем не менее и звуки и картинка ты сюжет вроде прикольно ну я не знаю какой-то шкаф где-то открылся кто-то правда охотился на ханну и бет банально но неплохой чего ее проходят снова я не знаю кто почему ее проходит но я прохожу просто потому что захотелось ну и знаешь она немножко такую новогоднюю атмосферу делать все-таки зима домик такой если здесь все было бы рождество вообще было бы круто надо было в шапке стримить они видите все в доме почти все в шапках ходит что-то мыло смотри футляр от очков хан крампус да ой надо бы пересмотреть этот фильм помню он мне понравился хотя я даже сейчас не помню кто там монстр был ходить где-то идет снег ага нос 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 мы почему-то возвращаемся здесь где-то такой звук был как будто шкаф о что ты делаешь что залезаю туда спокойной ночи георгий давай ты видела генератор не включу чего странно а я не могу туда залезть или генератор не включу и чу так где-то дверь шкафа скрипнула где я же где я же может быть да ёлки-палки я хожу по кругу что с импэйшентом что ну наверное я бы поиграла в него о смотрите я нашла куда идти это же самое начало мы отсюда вообще начинали вся рука поцарапана ты кошка смазать такой плакат разыскивается как вестернах типа и и и сэм показалось что ее кто-то преследовал так это что будешь спать в одессе в горах рядом с нами преступник что там сообщение но да спасибо что напомнил в общем оно от сержанта полиции о том что один чувак вышел из тюрьмы и ничего не здесь делал в смысле но он типа предупреждал предупреждал вот может как раз он и был тогда в подвале что но помнишь свет под полом в библиотеке ну вот тот чувак стой стой какой чувак который угрожал вашингтон он говорил что собирается мстить и спалить здесь все дотла и я нашел письмо от психа крис если таким образом ты пытался меня подбодрить короче здесь этот псих где-то шагать просто они над ним тоже прикалываются я за него что не верю я сейчас сейчас окажется что они вдвоем над ним прикалывались да а нет почему нет жесть началась не джош ну конечно я боюсь клоунов поэтому клоунов еще такой противный с зубами а Сэм где или как ее Сэм зовут девчонку еще одну эй перчатку подожгешь ой что-то тут обстановочка все вмень а а а а а а а лесу и да ладно я же говорю я забываю быстро все эти заскоки так что не парься спасибо так продлеваем стрим ты уже его нажал просто делаешь вид и так это упражнение в честности скажи кто из каждого раза везла спасибо ребяточки вам за все за все сегодня я еще снимаю ага и так мы продлеваем стрим на полчаса но так как я еще хотела постримить полчаса то есть получается что мы стремимся целый час вы как вы держите еще целый час я вроде норм кто еще со мной останется а еще не продлил я просто не знаю как мы эту функцию будем использовать ну например или я говорю до скольки я хочу стримить и вы продлевать на полчаса или например с того момента как ты это сделаешь полчаса надо придумать вы же выдач так кто что он спросил кто мне больше нравится что он спросил кто мне больше нравится ли кто мне меньше нравится до 40 минуту окей я останусь к стриму прибавить 30 минут я считаю ну тогда до часу сидим сидим пугаемся я все я в отпуску как продлить стрим потратить на это баллы что они мне сказали выбирать кто мне нравится ли кто мне не нравится он может повторить задание а ты еще не накопил понял так наверно кто мне нравится я выбираю но если я сейчас выбираю наоборот это конечно гд где джош вот из этих двоих вообще никто не нравится ладно майк спасибо спасибо не ки так я хочу остаться на завтра на работу ладно вот чего делать так так я не знаю я выбираю кто мне нравится это не нравится короче я выбираю кто мне нравится если на самом деле в игре по-другому сейчас задумано то извините скажи в этой игре в которую ты так прилежно играешь кто тебе совсем не нравится а совсем не нравится эмили черт надо было выбирать кто не нравится походу не любишь стервозных девчонок зачастую как раз нехватка веры в себя и выливается в излишнюю самоуверенность подумай си мы хорошие случайно не узнаешь это психолог тоже пока кто уходит лёш ты уходишь пока пока уж эта обстановка в этой психушке скажите я у вас был последний раз у нас есть один подозреваемый на его местонахождение неизвестно у него был старый конфликт семьей вашим кто же не бежать волна требовал чтобы они прекратят карты захват как заявлял что это священная земля его предков с сестра спроси честь боже мой вер нормально она выходила частями не и по моему сразу хотя я уже не помню ну когда 4 глава преданность вот сейчас нам сейчас надо спасать жесть одеться хотя бы дуралей опять на треть идти по тропе срезать путь все я сейчас вся в игре простите простите пожалуйста вся в игре очень серьезный момент пока все норм ну как она могла выжить ее просто утащили у него снайпа вон она ползает да кто ее утаскивает хоть посмотри если я спрыгну я наверное ногу поврежу но это не точно ну быстрее я да да нет не про зомби так все в чат не смотрю не ту кнопку нажала а только не говорите что это блин да ё-моё фокс а а рома это просто что-то сейчас было это было шикарно а главное вовремя спасибо за спасибо рома огромное спасибо я просто немножко отвлеклась и два раза неправильно на кнопку нажала интересно чтобы спасти надо было идеально это все пройти или или без разницы все она умрет она умрет да есть нечесть абрикус привет какой вкусный никнейм рома ну как так скатываемся а еще нет-то прикольно прикольно получилось привет привет на ужимай ром ты там что смайли кидаришь а фига ты ты сегодня у нас дед мазай ой дед мороз тихо я в игре я в игре джессика плачет плачет я попробую а но я думаю что не получит что же делать джессика я иду я иду а да ты можешь быстрее те так он орёт прямо но идет медленно спасти и сохранить я боюсь что она умрет готовься к худшему да почему даю ожива ты жива что за хрень это что-то я не могла ее спасти нельзя было спотыкаться пока я бежала может она там выжила все-таки теперь Майк спасай она выжила все нормально откуда ты знаешь она же упала господи да почему так трудно в эту игру играть а не давай быстро игра такая хитрая если ты нажмешь мне тоже очень нравится эта функция конечно как это может не нравится но почему джусик юг ух ты какие люди приветик здорово как дела с наступающим тебя спасибо ровочка за 500 чирсов до этого за 1000 чирсов слушай нифига ой что такое говори в микрофон говори в микрофон тебя ребята слушают тушь чего случилось как лучше кто он тоже тушечка тетка мяу 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 котик кто ты кушать хочешь мяу 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 Скорей-скорей! Пойдём кушать! Кушать! Так, кушать он хочет. Сейчас. Да ладно! Так, всё, кушать отменяется. Это так мило. Да! Да! Иди ко мне, моя тустика! Иди ко мне, моя Леня! Вас заказали! Заказали двух катков! О, Господи! Ой! Вот они! Вот они! Я, правда, так долго не могу их держать. Вас заказали! Вас заказали! Кто сказал мял? Кто сказал мял? Моя киса любимая! Пузя моя! Тошечка! Тошечка! Жалко, что они у меня не мурчат, когда я их так беру! Стрейнджер! 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 Спасибо! Стрейнджер! 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 Все, ребятки! Очень сильно мучить их не буду! Славик, привет! Очень сильно мучить их не буду! Они уже кушать хотят! Да! Выставка котов у нас сегодня! Выставка! Пойдемте кушать скорее! Ой, спасибо, мои пупсички! Спасибо, Рома, за чирски и за все прочее! 130 не хватает на одного кота! Подождите, я завтра еще что-нибудь придумаю! Коты, это, конечно, хорошо! Но это только начало! Я еще не все придумала! Вас заказали! Да! Мне тоже понравилось! Так! Еще раз пробуем! Треуголка! Треуголка! Квадрат! Колобок! Так! Так! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ого-го-го! Ого-го! Ух! Ух! Реакция! может я все-таки джессикус найду славик у тебя был же босс горилла от пража на покой все поняла только что прочитала круто молодец он кстати для меня был босс сложнее чем этот которого ты там не мог до этого убить привет арсений обезьяне по жопке дали у тебя чё глаза накрашены такое ощущение ждал эту игру ну что я могу сказать у меня походу джессика умерла я считаю что на сто процентов не уверена может она жива там еще но она упала с лифта у меня нет опять девушки подписываются но кстати твои девушки ко мне на стрим потом не приходят они реально чисто на тебя подписываются ну то есть я вижу да что они добавились дискорд но камни не давай давай надеюсь выживут этому она жива наверх может только быть то или нет ну да они тебя знают а меня нет ну тем более у нас канал это разные значит это твои девушки да не они тут холода вообще никто не боится так хочу маньяк у нас не стал убивать я чуть понять не могу маньяк и вот эти монстры и маньяк и монстр еще что-то похоже на призраков на это возможно все все он счет нет нет мне кажется она умерла кептуш и не знаю лучше переиграть но тут невозможно переиграть эш вот хочется жить таком домике в лесу да но потом к каким призраки какие-нибудь маньяки обязательно к тебе придут так что пусть это останется в моих мечтах джосик юг ты часу на не общаешься пошли где привет где люська пусть к давно и у тебя не был пошли здесь так то пошли меня игнорят так надо идти по кровавым следам я конечно это дело не люблю но была бы она мертвой у нее лицо было все изничтожено до неузнаваемости а так она была жива была ключевое слово ну это не страшно что за хрень кто это сделал нет я проходила эту игру на момент выхода один разик о чёрт найдена улика свиная голова боже мой а чувственнее такие глаза как у людей что ли очень похож взгляд на человеческий ой давай славичек спасибо что зашел мост вернешься еще или ты уже в дискорд с концами так ну мы значит шли по кровавым следам и обнаружили свинью но не шли все еще может быть хорошо а не уйдешь никуда я не пойду страшно вырубай так я из дома вышла только что мой ром какой дом доброжелательный сегодня так это что за домик это наверно тот домик в котором да что это зато реально тут чё вся вот это вот весь вот этот лес и все домики в лесу принадлежат одной семье ой кто-то плачет решили решили отвечать где ты ой я это помню вот это я помню кстати привет и спасибо что присоединились ко мне сегодня мы проведем испытание воли эксперимент для этого эксперимента как я тебя понимаю нам понадобятся эти двое подопытные Джошуа и Эшли но есть еще один отважный участник который решит кому из них жить а кому у меня есть память дырявая я сейчас прохожу много чего забыла как Аликса вертся пожаловать у меня opposite ��脱 ты подожди куда думаешь они домик так 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 ладно все будет нормально дружище брата погоди остановить погодите плоти пусть пыгаре что-то не соображу а можно было не трогать рычаг я не трогал Не могу! Нет-нет-нет, не смотри, не смотри! Призошло. Крис, прошу, скажи мне, что он живой, Крис! У тебя бедный вес. Я сейчас тебя освобожу. Тише-тише. Не, если бы он не трогал, он бы пошел прямо, мне кажется. в час не все играют крыло эти все гуляют да конечно кровь вы же подростки в лесу ночью конечно понимаю что что комментатора бога а в пилу когда играешь тоже может кто-то все выжить или все умереть кто будет следующий надо уходить спасаешь свою шкуру я не хочу принимать скоропалительных решений которые приведут всех гибели ты собери всех а я пойду за помощью макенда до конюш ну да а это это наша тема абрикос так ну что мы с вами заканчиваем за пол первого нет я не грамм низи нет ты не успел добром все обстановка накаляется ничего не могу поделать тебе бы хотелось так обстановка накаляется ты считаешь эти ребята заслужили такую участь так эти ребята заслужили такой что вам нужно я же хочу помочь ты же понимаешь тебе потом да ладно будет плохо все тебя никак не назовешь добрым человеком как ты это сделал чита фокси не может ты прикалываешься ты пользуешься тем что я не могу это проверить а он разговаривает со мной я слушаю что он говорит ну конечно вот в чем загвоздка ты сможешь отличить реальность от вымысла но вот это хороший вопрос сомневаюсь так ну чё фокси у нас продлил стрим на полчаса так что продолжаем продолжаем новая глава пожал их вернулся с ведром бутерброд а вот наш пропуск в мир духом на сегодня хватит с меня кошмаров предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас развлекайтесь вот я про нее уже забыл подарочек на 100 баллов появился господи а до господи у нас есть один подозреваемый но его местонахождение ничего не известно на горе сохранилась старая псих лечебница он может скрывать здесь когда-то умерли брат и сестра джеффа если не ошибаюсь но вот это пучеглата у которого распилили только что это его дом ну поместье его семьи здесь умерли брат из ой брат сестра две сестры и у него здесь умерли и в этом виноваты все вот эти ребята и он их через два года позвал опять в этот дом ну для того чтобы отметить вот эту годовщину типа мы еще все еще друзья это никак не повлияет на сапас а ты все знаешь так вот это их и показали вроде захар ты вернулся прикольная тема на твиче с этими баллами почему на ютубе такого нету а ну на ютубе нету потому что это все таки платформа не совсем для стримов не почему раньше до этого не додумались на твиче его захар разбудили тебя ну не знаю джессика точно умерла мы уже даже ушли оттуда хотя прикиньте если я за джессику потом еще поиграю я вообще не помню да я вижу но у меня всегда на ютубе меньше хоть и нет иногда очень редко бывает больше давно летсплей чеки я туда не записывал фиганток это он сам уменьшу шоу я даже ничего не делала так вот здесь вот наверно меня могут сожрать собаки волки извините ручные до сколько народу в мэн ов мэдон выжила черт это я просто так глубоко в эту игру погружалась потом узнавала как там еще могут выжить как они могут умереть и у меня уже все перепуталось честно говоря сколько же ну тоже где-то половина людей выжила половину спасибо фокси вот приятно когда кто-то хочет продлить стрима не знаешь там уйти поскорее хотя я все понимаю дела у всех там да и вообще не всегда хочется на стримов быть но если все-таки кто-то захочет продлить такая функция появилась служебная записка дата 4 января 52 просто выгнали персону или персоналу лечебницы от мистера руша тема спасения шахтеров операция по спасению шахтеров должна завершиться завтра 5 января поскольку число выживших неизвестно подготовьте все койки в отделении а завтра сюда прибудет пресса она должна увидеть что мы окружили шахтеров максимальной заботой и уходом не забывайте что представителям прессы запрещен вход в психиатрическое отделение невыполнение этих указаний плохо отразится на репутации как мистера брега так и всей лечебницы так что за подобным проступком последует немедленное увольнение здесь есть фишка с волком как и в резанты л-4 если помнишь что-то типа его можно как-то приручить в игре работает правило если не видел смерть персонажа то он жив значит джессика еще жива захват спасибо ты меня так утешил продлевать быть ну у меня примерно на стримах есть расписание то есть если я начинаю 8 ты я играю до 12 если я начинаю в пол девятого то я играю где-то до пол первых то есть примерно я стримлю всегда четыре часа вот исходя из этого может писать выделял свои сообщения какой-то молодец будем звать тебя выделителем извините больше четырех часов стрим идет у меня меня уже клинение оказаться в самом жутком месте подснос проживание в этом здании и любое вы используете запрещено по закону потому что это все может развалиться к чертовой бабушки а я на котов великий и ужасный выделитель видели до 238 я не знала марин а в каком городе ты живешь кефт еще когда выделяешь свое сообщение там можно разные цвета какие-то делать или как кстати не поняла еще фишечка вот ксаракс говорил про смайлики что-то еще что вроде как тем то есть можно какой-то смайлик приобрести за вот эти баллы то ли на один стрим то ли как так ну я не врубай мяся ух ты это где ой сделай личико обожаю такие предложения давай короче если ты подлоишь мое личико в каком-нибудь состоянии то это круто если нет то специально не буду делать не люблю корчится фильм начинается потом я вынужден уйти люсик как всегда был приятно смотреть твой эфир удачи тебя спасибо тебе огромное саж пока какой фильм у тебя там начинать по телеку что у тебя вот на канале скоро подтвердят смайлы и за балл можно на 24 часа купить один смайлик у меня подруга у меня подтвердят да а все поняла фокс я примерно так и думал а вы в чате только смайл писать мой прикольно и я должна понимать что вы там имеете ввиду да ой подождите не поняла так я залезу я опять здесь и все правильно ладно давайте походим ты смотри лечебница блэквуд пайнс открыта в двадцать втором году в здоровом теле здоровый дух вы хотите чтобы я опять бедную кошечку несло как же я их затискала то сегодня они наверно после стрима шарахтся от меня боже мой это сайлент хилл какой-то старая заброшенная лечебница альберта пост 9 января 52 год на горе блэквуд совершено нападение на репортер блэквуд пайнс альберта вчера репортер издания альберта пост был госпитализирован в результате нападения совершенного сотрудниками службы охраны лечебницы блэквуд старший корреспондент чак пернштейн хотел провести интервью с шахтерами спасенными в минувший вторник они больше трех недель провели под землей после того как в декабре обрушилась шахта северо-западной горнодобывающей компании теперь этим людям страдающим от истощения шок оказывает помощь в лечебнице блэквуд поняли да шахте обрушилась три недели они там пробыли и потом в лечебнице вот здесь где я сейчас вроде как они лечились вот джефферсон брэк единоличный владелец северо-западной горнодобывающей компании и лечебницы блэквуд то есть он владел и шахты и лечебницы сообщил пост что он сожалеет об этом инциденте что по данному факту будет проведена служебная проверка он также заявил что бернштейн находился на территории лечебницы без разрешения по предварительным данным бирж бернштейн возмутился тем что у него конфисковали камеру началась перепалка а затем драк такой сюжет тут интересно то есть то есть не все так просто хоть и путь ведь сушить китер сечки мои битушки подвинем тебя немножко спасибо ромочку спасибо большое спасибо за битцы спасибо добренький ты нас человечек жалко что битцы а зву не озвучивает когда присылаешь но я все равно сама могу прочитать хоть приятно паси паси его кто-то рычит битцы это поддержка на ответе еще одни баллы кучу всяких баллов не запутайтесь и не пудрите себе голову это короче твичовская тема протокол медицинского освидетельствования шахтеров врач бауэн медицинское заключение отчета состояния 12 шахтеров попавших завал при обрушении шахты blackwood пайнс и впоследствии спасен состояние при поступлении когда медицинский блок лечебницы поступили 12 пациентов мы ожидали увидеть людей в состоянии крайнего истощения страдающих от голода и помутнение сознания к счастью шахтеры оказались относительно здоровы это можно объяснить тем что они обнаружили шахте запасы еды у нескольких пожилых пациентов было диагностировано затруднение дыхания как и ожидалось это симптомы пневмонии что касается психологического аспекта после 23 дневного заточения под землей некоторые из них испытывают трудности с реинтеграцией в общество хотя физическое состояние пациентов оказалось лучше чем мы ожидали пребывание шахте несомненно сказалось на этих людям а в приквеле про психушку история круто курс лечения последствия нестабильного состояния некоторых из пациентов мы приняли решение закрыть крыло а при первой возможности будет проведено психологическое обследование пациентам с распиральными проблемами проведена бронхоскопия и прописан курс стриптомицина остальных мы просто держим по 24 часовым наблюдением один из них попытался меня укусить я сообщу об этом доктору болу то есть 12 шахстеров у них стали стала во время лечения обнаруживаться психическое расстройство один из них даже попытался кого-то укусить все плохо и и все очень плохо потому что возможно они здесь как раз таки на меня и нападали можно настроить озвучивание на на бицах вау еще можно сделать чтобы озвучивалась выделенное сообщение твича как я обязательно это сделаю боже мой как это сделать это же это даже если кефти будет выделять сообщение они будут озвучивать как это сделать ты можешь мне в этом рассказать там не за после стрима или я погуглю обязательно как здорово как много у меня возможности открывается о у меня появилось оружие товарте привет как ты сохраняешь такой оптимизм во всем ну тортик я человек конечно же не без проблем в этой жизни тоже случаются всякие разные казусы там и со здоровьем может что-то случится вот недавно работу потеряла ну то есть но я уже говорила это работа над собой спасибо за подписку работа над собой то есть ты радуешься всяким различным мелочам и и ну то есть во первых меня что радует например пойти погулять посмотреть на природу я я реально кайфую когда я даже одна гуляю фотографирую там то есть вот нужно делать обязательно то что тебе приносит удовольствие ну я понимаю что например когда-то много бабла ты можешь чем-то заняться потратить все эти деньги это приносит многим может принести удовольствие из какие-нибудь там развлекухи которые дорого стоят но есть развлекухи и бесплатные которые например там ну во первых вкусняшки какие-нибудь они могут быть тоже недорогие вон я сегодня купил себе вафли за 20 рублей я так хотела знать я просто счастлива я пью чайок с вафликами не так хорошо потом скачала фильм который хочу посмотреть играю в игру который мне нравится гуляю там где я хочу короче делай то что ты хочешь придумай себе вот что тебе нужно для счастья меня как же поспать днем например вот меня тоже свою жизнь надо к себе прислушиваться любить себя ты накопил на кошечку часть мелочах да именно на фростика да и фростика вы мои хорошие на фростика не хотят посмотреть ой сейчас кошка будет ругаться я вам сразу говорю ладно под конец стрима можно и фростика а Тошечку принесли Ну хорошо, хорошо, покусаемся, почему нет Давайте побешу для вас кошечку на прощание Покусайся уже, мамочка разрешает кусаться Кусь, 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 кусь Кусиша ты, да? Кусишка Кстати, он иногда так у меня внимание требует, прям ноет, ноет Поэтому я думаю, что он доволен, что я его сегодня тискаю Всё, кошка отвисла уже. Ладно, посидим с тобой, Фросток, да? Я вернулась. Всё, сиди. Сиди, кошечка. Тебя заказали, сиди. Мой малыш, мой малыш, заказали кошцу. Закажешь малька? Заказали тебе, мой ребёночек, да? Сегодня прям кошачий стрим у нас с вами. Так, ну что, мы дойдём докуда-нибудь? Я тут уже всё изучила. Тебя заказали. У меня тоже прикалывает эта фраза теперь. Он всё ещё здесь. А, вы уже забыли про Фройстика? А он всё ещё здесь. Мой малыш, мой малыш. Так, куда же мы идём, а? О! За занавесками у нас в прошлый раз были проблемы. Фу, тараканы! Смирительное кресло. А с ней что случилось? Ну, кровь свежая, по-моему. Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Заходим? Отсюда что, смотрели извращенцы? Как можно жить рядом с таким местом ужасным, да? Так спят уже все, наверное. Back the lag. Всё уже, уже поздно. Уже стримчик заканчивается. Уже все потихонечку укладываются. Уже Фройстика тут у меня укладывается. Затаили. Всё. Всё. Сейчас паточки уже хотят. Удыхай, моя кошечка. Ну, давайте уже дойдём докуда-нибудь. Я буду довольна. Так. Здесь наверх случайно никак не залезть. Пришли мы откуда? Ой. Мама. Волк. Ракурс просто конфетка. Я немного своё сознание изменил. Бухаешь что ли? Хисуля. Хисуля. Хисулечка. Спокойной ночи, Валюшка. Только тоже на зомби похоже. Он их что, этим кормил? Да. Чёрт. Не надо было это делать. Не надо было это делать. Тошечка на русский захотела, да? Он подумал, что я плачу. Не-не-не. Всё хорошо. Тошечка. Кстати, Фройстик, если я плачу, он всегда ко мне приходит, меня успокаивает. Тошечка. Всё хорошо. Я смеюсь, а не плачу, тушкенты. Хотел написать, не трогай? Ну, не знаю. Почему не трогать? Я же не знала, что там пальцы отрежут мне. Откусит. Не рубить? Так а как? Застрян уже. Мы его обманывали, обманывали, чтобы он приходил, и он перестал. Всё-всё-всё, моя тушкенция, всё. Сейчас попробую открыть. Сейчас. Всё, мой малыш. Ой, какой ты тяжёлый. Давай на стол. Давай на стол. На стол давай. Всё. Так. Открыть капкан. А, ножом можно открыть. Да открывай. Ну же. Да открывай, ты. Да, ебать. С третьего раза. Слава богу. Спасибо, спасибо. Да, он вяжет успокаивать. Меня там хвостик делает. Ну, там всё равно большая рана, конечно. Но всё-таки два пальца спасли. Это гуд. Это супер гуд. Ну, чё? Я не знаю, тут сохраняться не надо. Не, не надо. Я бы точно в оморок упал. Ах ты какой чувствительный. Ну что, ребятки. Всё, спокойной ночи. Всё, спасибо, что смотрели. Мы с хвостиком. Мы с хвостиком пойдём. Вот. Я была очень рада вас всех видеть. Спасибо, что вызывали катков, да? Потому что заказывали. Ой, сколько шерсти с него. Вот. Завтра продолжаем эту игру. Я думаю, что мы пройдём её, скорее всего. Начнём часиков восемь. Спасибо огромное за поддержку. Рома. From Russia, we the loves. Вы просто супер. Спасибо вам огромное. Фокси, спасибо тоже тебе за битцы. Мы с тобой. У нас с тобой мир. Мы с тобой не ссоримся. Всё хорошо. И всем огромное спасибо, что писали, общались. Я вас всех обожаю. Завтра встречаемся. Пока-пока. Пока-пока.